Добро пожаловать в чат! Не забываем конвенциональность своих высказываний. Осторожней, кто находится у нас в Украине, с любыми своими высказываниями, потому что сегодня работают против граждан Украины, по большому счету, так как идет охота на людей и на, как кстати слышимость, на людей и на имущество людей. И начался повальный отбор собственности. И мы сейчас поговорим о том, как готовятся в администрации президента ограбить все население, которое выехало. Вы знаете и слышали, что и это связано с тем, что люди пытаются забрать не только всю власть, но и всю собственность, отжать у людей. Охота прежде всего идет на богатый класс, у которых что-то есть и оказались за рубежом. Это люди до 60 лет, которых сейчас заставят вернуться в страну, а для начала зарегистрироваться. Именно такой законопроект. Потому что у этого законопроекта будут последствия. Будут последствия. О нем начало говорить, конечно же, без угла. Его начали тестировать. И у этого законопроекта есть последствия в том плане, что они предлагают, что люди, которые не вернулись, для начала арестовать их имущество. То есть, они не смогут им обращаться. Там еще более безумное, это арестовать их счета, чтобы они не смогли пользоваться банком. Конечно же, никого не интересует бедный программист, который где-то затерялся на просторах вселенной. Но люди, у которых есть много имущества и оказались за рубежом более судьбы, то сейчас их имущество бесхозное. Именно на него сейчас направляются атаковать мафия, которая засела в администрации президента. Сегодня уже четко надо сказать, что это мафия. И я вот все думал, почему я не выходил в эфир. Потому что, ну, когда вас объявляют в международный розыск, вы вначале в шоке и в переживаниях. Потом немножко успокаиваетесь и думаешь, а чем может послужить моя история для людей, которые сейчас подвергаются насилию от администрации президента Зеленского. На самом деле Зеленский ничем не управляет. Это чистая кукла Ермака. Все думали Коломойского, все думали. Но на самом деле спродюсировал это давно. И устроил постановку стране. Это Ермак. Ермак, который вырастил этого хозяина. Мы говорили уже и рассказывали неоднократно про то, что Ермак это тот самый кот, который обдурил всех и сделал нам фальшивого людоеда. И завел его во дворец. И сегодня то, что мы увидели на просторах интернета и то, что люди обсуждают на сегодняшний день, обратите внимание, это поведение президента Украины на сцене. На сцене сидел вертлявый маленький человечек. Помните, мы еще три месяца назад, когда я начал опять выступать, я говорил о том, что некоторые маленькие люди отбрасывают слишком большую тень. Так вот эта тень, она исчезает. Помните, мы описывали это на сцене, что тень начинается вначале очень длинная, потом она исчезает, а потом она удаляется. Именно так работает солнечный свет, который светит. И вот сейчас под президентом исчезла тень. И мы на пресс-конференции увидели элементы госпереворота. Каждый, конечно, свое увидел на сцене, но я увидел то, что президент во время пресс-конференции высказывал претензии Кату, Ермаку, который, развалившись в кресле, слушал напряженно президента Украины. Можете включить и увидеть эти сцены. Много об этом коротких видео. Какой напряженный Ермак. Потому что между ними происходит столкновение. Столкновение, что вдруг Зеленский обнаружил, и у него появилось ощущение, что он тряпка. Именно это он сказал. Он также сказал, царь я или не царь, кого хочу, того и увольняю. Вот вы меня выбрали, теперь вот это ваш лучший выбор. Но кот, он ведь, мы когда представляем поведение кота в доме, вы же должны понимать, что коты не покидают место обитания. Они вообще считают дом своим. А хозяин, они позволяют ему жить в нем. Так вот Ермак, это тот кот со своим окружением скотским, он и есть этот кот, который позволяет Зеленскому жить. И на сегодняшний день Зеленский нарвался уже внутри администрации президента, в своем окружении, на отдаление. То есть ему перестали доставлять информацию. И это прозвучало в его речах. Почему я не знаю о том, почему я не знаю, почему по хану, как говорит хозяин Зеленский, не доложили о вылетающих самолетах с Украины. А почему я не знаю про 26 пропавших дрона. Мы будем разбираться с логистикой. В таком тоне, это претензии, все идут Ермаку и его окружению, что они, по-моему, перестали с ним делиться не только информацией, но, возможно, начали крысятничать. Потому что, оказывается, замысел всей этой шоблы был изначально захватить власть в Украине при помощи своей куклы Зеленского. И правильно мы его раньше называли куклой. Нет у нас ни главнокомандующего сейчас, не человека, который совестью хотя бы останавливает беспредел по отношению к гражданам. А вокруг него собрались люди, которые крышуют беспредел в Украине. Вот мое дело, оно может послужить, и что я докатился до международного розыска, оно заключает в том, что я знаю всю хронологию на себе. И когда мне сказали, что... Я вначале думал, что заказ, что на меня нападают другие бизнесмены. Но мне все время говорили о том, что... А я всегда говорил, что все происходит в мире ради собственности. Всегда надо искать деньги и собственность в интересах поведения любого человека. И вот когда ты начинаешь разбираться с этим, и я пропустил этот момент. А вот когда уже пришло последнее сообщение о международной, начал обзванивать людей, и мне с высоких трибун близкие люди туда в администрацию сказали, а ты не ищи. К тебе лично претензий никаких нет. Есть претензии к твоей собственности. То есть получается, что я всегда говорил о том, что ваша собственность в опасности. Сам ошибался, думал, что моя собственность не в опасности. Потому что в 19-м году я баллотировался президентом Украины. И так как я публичное лицо и баллотируюсь президентом Украины, я должен был опубликовать свою декларацию. Опубликовав свою декларацию, я поселил замысел преступный в головы тех, кто организовал на меня нападение. Они начали отжимать собственность. На самом деле. А мне подавали. То, что они делают? То, чтобы люди понимали, которые сейчас, может быть, только на начальном этапе отжима находятся, схема одна и та же. На вас начинают шельмовать, что вы что-то нарушаете. То есть ваш моральный авторитет начинают опускать. Есть дежурные блогеры, которые начинают распускать, что он такой-сякой. Потом начинается бесконечная череда уголовных дел, которые ты считаешь вообще бессмысленными, глупыми. И тебя доводят уже до истощения, перекрывая тебе кислород, таща тебя в суды. То есть тебя превращают в куклу, которая становится... Но самое главное у них, это запихать в тюрьму. Запихать в тюрьму и арестовать всю недвижимость. Вот это именно они со мной проделали. Все за продажу одной квартиры в 2018 году. У меня арестована вся недвижимость. И я нахожусь в международном розыске. Люди должны понимать бесчеловечность этих людей. Когда я говорю о том, что они, наверное, нацелились на собственность людей, которые сейчас, они их называют уклонистами. Обратите внимание, они опускают их значимость. То есть люди, вынужденно покинувшие страну из-за войны, они объявляют все преступники. Они подоляк выступают и говорят, что они должны быть поражены в правах. Мы не в равных правах. Вы там, а мы здесь. Безуглая предлагает законопроект, который должен забирать их недвижимость и останавливать счета. То есть на самом деле это разработка банковой по отбору всей собственности у людей. Но они наткнулись на... Понятно, что нас финансируют Соединенные Штаты Америки и Европа. Нас втягивают в Европу всеми возможными способами. Даже терпя и зная про этих беспредельщиков в администрации президента. Вся общественность говорит и показывает на Татарова, что он крышует все это без беспредел. Но беспредел продолжается. И он говорит, я этим не занимаюсь. Да не надо заниматься беспределом по отношению к людям. Есть службы, есть рядовые милиционеры, есть рядовые прокуроры, которые будут ходить и топить любого человека. Достойное поведение оказалось в тюрьме уже. Помните Насирова? Насиров сидит в тюрьме и сказал, они от него оказывается тоже собственность выжимают. Им не интересно наказание Насирова. Они хотят забрать его деньги. И Насиров занял такую позицию, говорит, а я буду сидеть. Вот сидеть пока это все не закончится. Буду смотреть телевизор, читать. Это достаточно достойное поведение человека в тюрьме. Судя по всему, им не придется назад возвращаться. Но когда они упадут? Если упадут. Потому что я не вижу выхода пока из этой ситуации для страны. Люди попадают все больше и больше зависимостью. И я озаглавил это видео. Госпереворот в Украине. Вот эти люди, которые организовали уже ограбление своих граждан. Посмотрите, Коломойский сидит не потому, что справедливость восторжествовала. А потому, что его собственность делят. Некоторые вещи не попали под арест. Сейчас татаровые компании, вот это все прокуроры, отписывают имущество себе. Запугивая его большими страхами. Дубинского, когда потащили и начали там избивать, его оказывается тоже не за это. Методом приписания ему госизмены у него арестовали все имущество. Все время идет арест всего имущества. Потому что они надеются это все отобрать. Но люди, радующиеся, потому что у кого-то забирают имущество по беспределу, должны понимать, что если забирают имущество, экономики не будет. В стране не может быть экономики, если я не могу честно заработать свои объекты недвижимости. И после этого кто-то в прокуратуре сказал, давайте у него заберем. То же самое с людьми происходит. Но они это делают. И сейчас они все сидят вокруг Зеленского. Сегодня Ермак де-факто осуществил ожим всей госсобственности. Всей. Его люди в армии. Там они. Его люди в антимонопольном комитете. Его люди сидят на государственных предприятиях. Фактически Ермак на сегодняшний день даже не олигарх, а владелец собственности страны. Через силовые органы, обходя всех через прокуратуру, он окружил всех заботой по отбору собственности. Прежде всего забрали государственную. А мелочи прокурорам поменьше. Отдали на аутсортинг. Отбирайте у таких, как Балашок, у которых там есть какие-то объекты недвижимости. В Киеве огромное количество богатых людей, у которых есть недвижимость. Киевляне и много недвижимости. За годы независимости много накопили. И опять же люди скажут, да правильно забирать накопили, ничего честного не накопили. Но разрушая переход собственности, естественное течение времени, даже прощение предыдущих президентов. Посмотрите, что мы, украинцы, не прощаем. И почему у нас никогда не будет на этой территории порядка. Потому что у нас нет перехода собственности. У нас нет плавного перехода власти. Вовремя. У нас отсутствует уважение к прошлому. Смотрите, чем занялись во время войны государственные чиновники и подзуживают на это народ. Прежде всего снос памятников. То есть снос памяти. То есть опять же та же самая схема. Действует. Мы дискредитируем прошлое. Совместное прошлое. Советский Союз, Российскую империю. Все дискредитируем. Начнем сносить памятники. Этим все займемся. И на сегодняшний день, спустя 10 лет, мы смотрим остовы памятников. Все памятники посносили. С которыми была развязана война. Мы победили все памятники. На Бессарабской площади стоит памятник. Стоял памятник Ленину. Снесли во время революции. Но новый не поставили. Потому что, а что ставить? Любой человек, который сейчас поставит памятник, возможно, завтра попадет в опалу и будут сносить его. У нас постоянная череда сноса памятников. Следующий вопрос. Со времен падения царского режима началась череда сноса поколений. То есть, люди отбираются собственность для новых пришлых. И вот Зеленский, как раз со своей бандой, открыл вот эту веху в своей истории. Они начали отбирать собственность. Причем, собственность уже частную. Потому что, до этого момента, вот, до прихода Зеленского, были споры на предприятиях. Прежде всего, на государственных, кто ими кирует. Но там вообще не было собственности. Я много разговаривал с людьми, когда мне одна из чиновниц говорит, у нас забрали завод. Я говорю, подождите, как у вас забрали завод? А у вас собственность на него была? А она говорит, нет, он государственный, но я и смотрящий был. У них такое понятие было. Смотрящий считался владельцем завода. Они так долго ими владели, что посчитали, что это их собственность. Но это не собственность. Пришли другие люди и отжали эту собственность. И начали менять там людей. Но, когда в предприятии идет заваруха, там много участников, и у предприятия могут забрать. Если бы моя собственность оказалась на предприятии, как мне советовали, ты свою собственность запиши на предприятие. Тогда они не заберут. Но у меня вся собственность в декларации президента. И когда мне сейчас сообщают, что у тебя просто хотят отжать собственность, у тебя прекрасная недвижимость в правительственном квартале, а люди хотят. Они говорят, они всегда говорят, люди, но я не знаю, кто это. Люди хотят. И указывают на администрацию президента. То есть они как бы намекают, хотя бы половину отдать. Единственный способ, это мне вести себя так, как я вел. Демонстрируем, что я не отдам ничего. Я на это долго трудился. Это мое. Через 10 лет я верю, через 20, мои внуки вернут. Но они вернут. Правда, если не произойдет тот самый госпереворот, о котором я говорю. Потому что накопив несметные сокровища, Ермак и команда, они понимают, что с ними поступят точно так же. Как только упадет Зеленский, как только они станут никому не нужны, и за ними придут их же подчиненные. Потому что их подчиненные прекрасно знают, где их собственность. И они будут их ловить, а вместе с ними будут ловить их по всему миру. И народ их будет не просто ненавидеть. Зеленое, вот кличка Зеленый, это скоро станет кличка, а ты бывший комиссар, шкуру сдирать будут. Если они зеленые. Ненависть к зеленой власти у меня закипает здесь, из-за океана, потому что они спустили, и уже я живу в этом бедламе, нападение государства на главу партии. И отжим, и оказалось, это не идеологическая борьба, это ненависть персональная к Балашову, это банальный отжим собственника. Я не верил в это. До вот последних дней, когда немножко задумался, отмотал назад и увидел всю эту схему. Я же говорю, что дискредитация, заведение кучи уголовных дел, доведение человека до тюрьмы, и там его принуждают, делается предложение, от которого он не может отказаться. И каждый уровень тебе все дороже обходится. И тут, либо поступиться гордостью, отписать, а так многие и поступают. Они после Януковича отжали кучу недвижимости. И вот смотрите, какое ужасное с нами произошло, то, что сохранялось долгие годы. Кучма не преследовал Кравчука. Ему все списалось, Кравчуку, как только Кучма стал президентом. После Кучмы Ющенко не преследовал Кучму. Произошел плавный переход власти. После Ющенко пришел Янукович, который не преследовал Ющенко. Но все надломилось во время той самой революции, в которой мы поучаствовали. С одной стороны, сбежавший Янукович, он нарушил естественное течение дел. Но сбежал он-то и сбежал. Но дело в том, что с ним сбежали все Януковские. И их собственность теперь стала собственностью Татарова и вот этой вот Камарили из прокуратуры Киевской, из генпрокуратуры. Они отобрали всю эту собственность у всех Януковских. Или заставили их рассчитаться. То есть откупиться. Если они откупались, кто откупился бизнес-центром, кто откупился деньгами. По-разному. Все они откупились, поджали хвосты и разбежались по миру. Я тогда еще думал, а неужели у них не возникнет гордость? И они не захотят хотя бы мягко отомстить. Я же предлагал. Есть партия с благородной идеей. Репертерианская партия 5-10. Которая хочет их всех уничтожить. Ну, отфинансируйте ее. Дайте возможность ей подняться до уровня республиканской. Республиканской. Не, никто даже не шевелится. Ну, ладно, их убрали. Всех Януковских преследуют до сих пор вот уже 10 лет. Они все разбежались по миру. Но Порошенко пришел, он не остановил этот бедлам. Потому что он должен был бы останавливать преследование. Но при нем тоже продолжалось и разрушение памятников, и преследование церквей. Все это продолжалось. Но за всем этим всегда стояла собственность. Вы думаете, у нас церковь делится? И нам, народу подали, что надо... Это отжим собственности. Потому что вся эта московский патриархат обладал колоссальной собственностью в Украине. И да, ее отжали. Отжали имени Тержева, их сделали никем. Отжали все потоки. То есть не произошло преемственности. Порошенко уходит, приходит Зеленский и начинает травить Порошенко. Порошенко становится выездным, невыездным, когда захотим выпустим. Вообще поражен в правах. Ходит тоже на допросы. У него куча уголовных дел. У него, наверное, тоже арестована куча имущества, я уверен. Потому что они именно так стереотипно... Единственное, что они не решились, это посадить пятого президента Украины. Вот на это они не решились. Наверное, из Европы позвонили. У Порошенко высокий авторитет на международной арене. Петлял он неплохо, как выясняется. При всей его жадности. Но Порошенко они не смогли посадить. Его людей зато, Порошенко, посадили. И только для того, чтобы отжимать из них собственность. Не интересует идеология, не интересует ваша жизнь, не интересует война, и в этот момент, пока идет терки именем войны, вообще стало здорово отжимать собственность. Зачем на Дубинского искать какой-то компромат с делами, что он что-то купил или продал? Нет, госизмена. И арест всей собственности. Я уверен, что Дубинскому поступают, а может будут поступать, а может уже и не будут поступать. И у Дубинского сейчас один выход, это ждать. Ждать, когда плесень уйдет. А она уйдет. Почему? Потому что вот на этой конференции, пресс-конференции, я увидел слишком обиженного, закомплексованного мальчика, который боится. И я даже представляю, превращая их вот в маленького людоедика, который вышел, ряженый, так сказать, людоед. А на самом деле, это же мелкая личность, которая даже на людоеда не тянет. Но он прикидывается людоедом. Он иногда прикидывается злым, раздраженным, что он что-то решает. Но он мелкий, из-за него все уже решают. И вот их спор за кулисами, это спор кота с хозяином, который хозяина, ради хозяина, убил предыдущего людоеда, Порошенко. Они его превратили в мышь. У нас сказочный сценарий. И мы сейчас можем предсказывать будущее. Что коты будут делать, чтобы сменить хозяина. Потому что конфликт дорос до такого масштаба, что он выходит на пресс-конференцию. Потому что президент в этой пресс-конференции выглядел в очередной раз глупо. Ему показали его место. Ты никто. Ты не можешь сам отвечать на вопросы. Мы тебя должны курировать, а ты сиди и молчи. А он начал возмущаться, потому что действительно, эта команда, съездив в США, провела там терки. А мы видели, кто там был. Умеров, Стефанишин и Ермак. Три толстяка. Я об этом рассказывал. Так вот эти три толстяка и готовятся захватить власть. Им мешает армия. Проблема в том, что, чтобы захватить всю власть, вот после этого спора с хозяином, потому что Зеленский начал ему кричать, я хозяин, я дал тебе сапоги и шпагу и шляпу. И ты при помощи этого все захватил. А Ермак весьма распухший, со шпагой, над полицией, СБУ в шляпе потрясающий от Верховной Рады, потому что он уже вступил с ними в сговор. Они уже со Стефанишином. Они уже играют. То есть, людей президента нет. Когда Зеленский сказал, что у него шесть человек, в эти шесть человек входит Стефанишин и Ермак и еще какой-то человек Ермака. У него в этой шестерке уже нет даже большинства. А это вот эта шестерка это типа кооператива озера, которая захватила Россию. Только у нас в каком-то безобразном деянии, то есть попытка вот это все забрать, все захапать, все узурпировать и царюваты это похоже на кремлевский сценарий, когда ОПГ озера захватывает Кремль. Но отличие ОПГ озера, что они поняли, что такую большую страну в беззаконии удержать нельзя. И в принципе в России продолжают работать законы, в том числе собственности. Там преследуется оппозиция или кто сказал не так против Путина, но в целом бизнес работает. И я должен это констатировать. У них проблемы с внешним взаимодействием, но бизнес короче его не режут. Более того в России налоги чуть меньше. Я не хвалю Россию, они напали на нас и путинская клика. Просто я привожу пример, как кооператив озера захватил власть. У нас захватила эта шестерка во главе Зеленского, как он думает. Но оказалось, не Зеленский управляет этой шестеркой, а Ермак. И поэтому Ермак не отпускает никогда Зеленского. Потому что хозяин должен быть под контролем и сидеть дома, а желательно прятаться. И то, что они ему говорят, ты чего вылазишь на сцену. А он говорит, я царь или не царь, я могу общаться. Они ему говорят, ты не совсем уже царь, ты слабо соображаешь, потому что ты находишься в измененном состоянии. И мы знаем, они ему говорят, в каком ты состоянии. Ты нас не уволишь, потому что мы взорвем информационную бомбу. Кто ты на самом деле? И что ты делаешь на самом деле? Со своим телефончиком. И у него теперь страх. Он не может уничтожить Ермака. А Ермак свободен в выборе. Потому что Зеленский на сегодняшний день в его лапах пушистых и мягких. Я даже себе представляю этого огромного кота, как у Воланда. Кот-бегемот. Вот у нас кот-бегемот, представьте себе, черт. Кот-бегемот на самом деле это в мифологии черт. Этот черт в виде большого кота захватил президента. И президент начинает бояться. Этот страх выплеснулся на этой пресс-конференции. Он от страха начинает их всех упрекать, мелко упрекать. Вы то не сделали, вы то не сделали, почему я не тряпка, нельзя мной половать. А они взяли на себя обязательства, кстати. И они подталкивают часть Зеленского, чтобы он шел этим путем. Потому что когда они были в США, Ермак с этой бригадой, им уже сказали, сворачивайте лавочку, окапывайтесь, то что мы говорили, и становитесь глухой обороной. И делайте отчуждение власти от Зеленского уже. Поставлена задача власть у Зеленского забрать. Потому что мальчик не в адеквате. А причины мы выясним потом. У нас нет точных данных, но думаю, что люди догадываются. Мальчик не в адеквате. Значит, власть должна переместиться в правительство. Правительство, они уже давно начали называть правительством народного доверия. Или правительством народного спасения. И любят такие, пафосные. Сейчас приводят нам Израиль, в пример. Там правительство народного доверия. И они начинают придумывать. Понимая, что у них будут отжимать собственность, значит, котам надо остаться во дворце. Но надо заменить хозяина. Или поменять дворец с другим хозяином. Тоже вариант подходит. Но лучше, конечно, если это будет комитет национального спасения, то я начал думать, кто в него войдет. Мы их увидели. Стефанишин, председатель Верховной Рады, не может не войти в этот состав. Я думаю, могут подтянуть Национальный Банк. Вполне. Эти, чтобы вернуться, Яценюковские туда могут пойти. Они хотят подтянуть него, даже проверяют сейчас на пробу Тимошенко. Она вдруг вылезла, проклюнулась. Могут, у нее есть депутаты, и она может войти каким-то там в этот комитет. Дальше мы смотрим Ермак, безусловно, председателем комитета станет, но он организатор. Все это по просьбе президента будет. Это предложено сейчас президенту, что надо создавать этот комитет национального спасения. Но комитет национального спасения, глядя на историю развития диктатур и перехода власти в одни руки, она развивается по одному и тому же сценарию. Вначале власть у короля, потом король ее теряет, кого-то убивают, кто-то убегает, у нас это заменяется войной, но надо организовывать триумират. Триумират во Франции, туда вошел первоначально два консула, особо я их и не помню, фамилии, лень было смотреть, и Наполеон. Три человека были утверждены в парламенте править страной, но постепенно один отказался, второй ушел на пенсию и остался Наполеон, который опять же контролируя парламент уже начал объявлять себя Наполеоном, Бонапартом, императором, то есть он не пошел королем становиться, поэтому в президенты никто не пойдет, пойдут становиться премьер-министрами, вся власть де-факто перейдет в парламент. Почему я говорю госпереворот? Потому что все это можно сопровождать, имея контроль над всеми и особенно над судебной властью, потому что пойдут протесты, пойдут кто-то писать и там их ждет контролируемая судебная власть, вся судебная власть сейчас под Татаровым и Ермаковым. И они будут звонить, вот как сегодня звонили или вчера звонили апелляционным судям и они выскакивали постоянно мучая Червинского и в конце концов взяли самоотвод, чтобы не выносить никакого решения, потому что незаконное решение они вынести не могут дальше Верховный суд. И они просто откладывают. Просто максимально держать Червинского в клетке, максимально держать Коломойского в клетке, максимально держать Дубинского в клетке, максимально держать кучу людей, которых они сейчас захватили на Лукьяновке на предварительном следствии или во время судебного заседания. В это время они либо отдадут деньги, либо поделятся, как они кажут, поделитесь от Треба. Они настоящие бандиты и оборотни в погонах забирают недвижимое и разрушают, я же говорю, что разрушается государство и приемлем по памятникам, по собственности и по верховной власти. Никто не защищен. Единственное, что они хотят себя защитить, я же говорю, остаться в власть. И сейчас интересная у них дилемма, потому что единственным институтом доверия в целом в стране пользуется только армия во главе Залужного. Снять они его не могут. НАТОвцы бьют, видать, по рукам, общественность напрягается и это приведет к тому, что Залужный пойдет самостоятельно и деньги у него есть. У него есть все Порошенковские, все, кто обиженный на них, все объединятся вокруг Залужного. Его выпускать из армии нельзя, но и что-то надо с ним делать. И конфликт Зеленского с Залужным это тоже дело руки Ермака, потому что поссорив его Залужным, он открывает ему возможность вести диалог с Залужным. Потому что добавьте вот в этот комитет национального спасения или триумбера Стефанишин Ермак с Залужного это прямо Наполеон вырисовывается. Как ни странно, но мы приходим к такому выводу. банальный отжим собственности. Вот у нас еще очень много государственной собственности. Она уже захвачена Ермаком. Банально только контроль над собственностью его интересует. Второе это контроль над потоками. Потому что поток дает каждый месяц добавку в каком-то офшоре. Я даже начал думать а куда если что будет бежать Зеленский. И он не сможет не бежать. Потому что он травил пятого президента. И совершенно естественно травили Януковича травили Порошенко следующий президент будет травить Зеленского. И это вся челядь знает. Это все зеленые знают. Им не уйти. Но можно сохраниться в триумбирате. Это шанс. И этот шанс они сейчас отрабатывают. Почему они отрабатывают этот шанс? Я с удивлением услышал опять про Смешков. Юрий Швец с удивлительной педантичностью открывая свои исторические корни КГБ пиарит Смешков. Говорит у него есть поддержка. Я думаю что скоро Гордон выйдет пиарить Смешков. Потому что они все вдруг увидели возможность войти в это правительство национального спасения. Но обратите внимание душок какой пошел вокруг этого правительства или комитета национального спасения. Потому что еще раз напомню поведение котов. Они не уходят из дворцов. Это они считают своим домом. Они не перейдут в здание правительства. Они будут сидеть в этом дворце. Им там все нравится. Там все очень хорошо. Единственное что в кабинете Зеленского возможно чуть-чуть позже будет сидеть не Зеленский а Ермак. Который по праву на сегодняшний день силы власти денег должен занимать разумение его которое должно быть все время под контролем кота. И он фальшивый людоед. Он ему так и говорит ты же фальшивый людоед. Это мы тебя надули до размеров дирижабля а ты дурак начал сейчас спускаться. Ведь когда мы видели на сцене Ерзал маленький человечек он же уменьшается. Вспомните размер Зеленского год назад я пикнуть не мог против Зеленского. Почему? Потому что народ сразу начинал хейти не трожьте нашего главнокомандующего. Любая критика в адрес Зеленского воспринималась как предательство родины. Но сегодня люди вдруг начали видеть вы вчера восхищались пустотой которую вам надул Ермак продюсер постановщик этой всей бандитской своры. Но к сожалению у Ермака отсутствует всякая совесть. Я не знаю сколько он хочет жрать но он не остановится. Он черт. Вот этот Володский черт. Он все время будет творить какие-то приключения для нас. И мы сейчас страна которая стоит с разрушенными памятниками с остановившейся недвижимостью и идет сейчас борьба за будущее владения этой недвижимости. И возглавляет эту татару с вот этой сворой прокуроров которые пытаются вот таким образом отобрать недвижимость. Сразу хочу сказать никакой недвижимости моей вы не получите. И то что вы отберете даже каким-то незаконным методом сейчас недвижимость арестована все люди должны знать вся недвижимость правительства квартале арестована этой бандой прокурорской и она будет арестована и то что вы меня подали международный розыск там уже такая кавалькада разыскиваемых людей но суд сейчас закрыт и люди должны понимать что вся собственность на мне суд закрыт дело приостановлено сроки приостановлены а я приеду я приеду когда эта свора слетит и я готов пойти в тюрьму посидеть и буду там сидеть до тех пор пока сроки не закончится ведение дел потому что судить человека вот так шельмовать за одну квартиру это какое-то бедламы сумасшествия все в опасность сегодня особенно должны задуматься те кто в Киеве владеют недвижимостью и уехали за рубеж я же еще раз говорю они законопроект вносят потому что они не могут добраться до недвижимости они уже откошмарили всех кто был рядом родственников сажали матерей сажали если человек был в бегах сейчас все убежали все затихарились экономика не может работать когда Зеленский говорил о том что у нас налогоплательщиков нет вы отбираете собственность какой налогоплательщик я налогоплательщик я никогда уже не буду вкладывать в эту страну при Зеленском при Зеленском бежите с деньгами не вкладывайте ничего все они нарушили самый главный договор не трожь частную собственность они тронули ее при Зеленском при Порошенко отжимали заводы фабрики пароходы принадлежащие компаниям отжимали государственную собственность эти развязали войну против частной собственности они пошли дальше а сейчас они хотят отобрать всю собственность именем того что эти люди не правы что уехали не регистрируются не защищают родину вы знаете что их могут поддержать кто тот кто отбирает собственность у них есть общественники общественные организации которые будут рассказывать об этом но они не понимают одну вещь когда заберут собственность у тех начнут забирать у вас свободу и собственную хотя говорить о свободе для украинцев сегодня это кто свободен пятый президент бывший не они когда хотят депутаты они невыездные все люди до 60 лет мужчины невыездные платят деньги переход по границу бегут из этой страны предприниматели они боятся на работу ходить фитнес тренера работают из подвала это все с одной целью еще раз повторю когда для меня открылась эта истина не ради высоких там что-то построить что-то сделать нам что-то американцы помогают вынужденно берем европейцы помогают в Европу идти будем идти но походу похода в Европу они хотят забрать всю собственность я не знаю кто такой глобальный план поставил но он действительно меня поражает масштабностью продуманностью и великолепной постановкой потому что судя по всему это началось в те далекие годы когда еще собственность была тогда работал канал интер и там работал Зеленский генеральным продюсером наличные в огромных количествах таскал ему Ермак покупая шоу право присутствовать на шоу право сидеть в зале право продавать ройальти бесконечное и конечно же эти люди которые давали ему это те люди которые были обслуживающим классом Януковича они давали деньги на эти шоу чтобы жен светили чтобы и появилась стычка плюс я думаю что все таки шоу бизнес это наркота там должны быть наркотики много наркотиков писать эти бесконечные сценарии для 95 могли только наркоманы то что они изобрели это машина убийства мозгов людей у которых неокрепшая психика великолепные постановки потрясающий служебный сюжет который ложится прямо в души украинцев расстрелять парламент разрушить памятники все короче дерзкое поведение не тряпки вот что там было и это все оказалось постановкой ермака он продюсер я упустила этот момент он же продюсер он продюсировал это но всегда продюсер работает не на свои деньги он работает на деньги вкладчиков и мы сейчас видим этих вкладчиков я имею в виду не самих вкладчиков а хозяев депутатов мы думаем откуда берутся эти упыри зеленые совершенно глупые бездумные молодые типа безуглые у них есть хозяин кто-то их туда послал штыки можно сказать говорящие которые сейчас хотят уже убежать от этих зеленых их уже не выпускают не свободны арахамер что свободен носить свои кроссовки за тысячу долларов ну не свободен даже это делает они все вынуждены сейчас ходить в зеленых лохмотьях они не свободны даже выбрать одежду они отбором собственности разрушением памятников разрушением взаимодействия в семьях люди разъехали разрушением вообще разрушением всего разрушением экономики зачем городить чушь про миллион дронов когда у тебя экономики нет ну кто это будет все выпускать предприниматель предприниматель забирает собственность если предприниматель выпустит дроны к нему придет прокуратура и отберет всю прибыль всегда она приходит потому что любое взаимодействие предпринимателя с государством это сразу несколько уголовных дел они всегда ждут окончания тендера чтобы человек взял следят запомните люди думают я взял тендер выиграл честно сейчас вложу денег нет вы уже под колпаком особенности большие вы выиграли тендер к вам пришли прокуроры в долю поделитесь трэп они будут следить а вы всегда что-то нарушите в нашей стране то ли при распределении этих средств то при найме сотрудников при копании экскаватором ни те нормы не важно я вспоминаю с чего начало отжимать у меня собственность им понравился мой маленький бизнес-центр на редутной они пришли меня обвинили что я снес памятник на этом месте я говорю как называется памятник мы не знаем прокуратура а как называется а где он находится он говорит 10 метров в глубине вы раскопки не провели а я говорю как там может быть памятник он говорит культурный слой разрушен вы же сваи били вот 10 метров вы дошли я говорю так у нас сваи 8 метров но все равно уголовное дело по разрушению памятника и я помню как тогда они всем рассказали что я разрушил памятник архитектуры а им нравится отобрать этот объект недвижимости они хотят его забрать и поэтому они нападают 5 лет он был арестован 5 лет когда закончил арест они начали другое потому что у них в голове все время отжать собственность почему это было конечно меня подвела гордыня конечно я выступал показывал рассказывал что это единственное место где можно строить покупать и это сохранение ваших денег как же я ошибался сегодня посмотрите Зеленский захватил весь правительственный квартал всю собственность людей и ездит по нему на кортежах не на велосипеде на огромных кортежах черных кого-то возят постоянно внутри люди просто этого не видят это все они делают они разрушили жизнь людей и даже когда навала Путина откатилась и понятно что да стреляют но вы остановили жизнь людей мы перегородили весь Киев Грушевского институтская лютеранская пройти все нельзя там везде мини-людоед который считает себя людоедом но конфликт уже во дворце с котом кот готовит правительство национального спасения и хочет туда ну для начала это может быть даже не правительство а комитет будет который ввиду создавшейся ситуации я даже могу даты теперь предсказывать наверное когда закончится каденция Зеленского Зеленский скажет я устал я ухожу а он реально не то что устал его организм не выдерживает такого количества он устал от количества эмоциональных восприятий и он начал выпадать из контекста он не знает что говорить людям когда задается спонтанный вопрос у него есть только агрессия на определенных людей обратите внимание на вопрос ткача там было 5 вопросов он просто огрызнулся он не ответил на вопрос он отвечал только на вопросы подсаженных молодых людей дурачков которые сейчас служат ему и думают что таким образом они зарабатывают карьеру с этим человеком это домашнее шепито с подставными вопросами на которые он знал ответ а нестандартные вопросы от того же скача просто вызывают агрессию он может не отвечать поэтому 40 человек я думаю следующую конференцию он попытается на 100 человек делать чем больше тем лучше лучше запутать но наверное его уже начинают останавливать ермак может не надо тебе пресс-конференцию каждая пресс-конференция на самом деле уменьшает в глазах народа Зеленского за эти 3 дня Зеленский больше разрушил имя чем за последние 2 месяца он становится совсем он в мышь превращается помните я говорил что как убить людоеда Зеленского уменьшать его уменьшайте он обычный пацан с подворотни он обычный комик он актер в руках Ермака Ермак хитрая котяра вот она вот с ним опасно потому что с ним все силовые органы через Татарова Смирнов с ним ну во всяком случае до Верховного суда не знаю там наверное в Верховном у них есть короче в чем ошиблись европейцы в опасности и мы сейчас в опасности в том плане что это ОПГ как Кооператив Озеро уже захватил власть у них сейчас стоит задача легитимно вот как у Путина законно остаться в доме легитимно и законно в этом особенность потому что легитимность и законность могут признать только Европа и Соединенные Штаты Америки и им надо сыграть этот кардибалет устранить Зеленского так мягко забрать себе власть в новом органе и я кстати думаю что американцы не будут возражать они умелые манипуляторы временных образований как только помните сцену Майдана там стояло те люди которые получат власть в парламенте через полгода вот они все собрались на сцене все Кличко стал мэром Яценюк премьер-министр Порошенко там финансировался но не вылазил на всякий случай на сцену а вдруг Януковский вернулся он получил президентство Турчинов получил главой парламента стал они все ушли сказочно сказочно богатыми людьми и рядом с ними были те кто их обслуживал то есть грабил Януковских и заводил на них уголовные дела когда они говорили пусть приедет и посудится приехать и посудиться это сидеть в тюрьме вот а не приехать это сидеть в другом месте да трудности у нас будут да они лишили нас денег да нам будет катастрофически за рубежом трудно но приехать туда это отдать свое тело на растерзание упырям которых в общении отсутствует они же у тебя уже уничтожили в своем мозгу для чего нивелируется человек политический деятель он мошенник он разрушает памятники он такой-сякой он предатель он говорит по-русски причин много но главное начало причин ваша собственность интересует посмотрите публично разве богатых людей то есть бедных людей преследуют мы не видим этого их ловят выпускают настоящие преступники могут бегать если у них нет собственности сейчас единственная защита от тюрьмы это отсутствие собственности но если они знают что у вас куча хороших объектов вкусных объектов недвижимости вы еще и в оппозиции оказались Зеленский разрешает но наверное с ним не поделились в последнее время я думаю что конфликт Зеленский очень материален он всегда работал исключительно за бабки конфликт с Масляковым из-за денег конфликт с Ахметовым из-за денег конфликт с Коломойским из-за денег всегда из-за денег конфликт по роялти кто куда и куча юристов в том числе и Ермак из-за денег и став президентом он подумал что основная доля его он больше всех зарабатывал в 95 квартале а если у нас сейчас власть 95 квартала де-факто шоу 95 это наверное войдет в аналы истории что Украина подверглась нашествию 95 квартала зеленому нашествию и не случайно напала Россия с Путиным они видели этот весь бедлам разведка докладов это не наша разведка ничего не знала и Зеленский они знали что там половина чиновников ждут русских они знали что половина СБУ ждут русских и при них бы они прекрасно возглавили те же администрации те же самые это те же самые люди которые как вымпел могут переходить в новую власть они при любой власти там посмотрите плакаты тут он за Лешко потом за Бют потом за Зеленых тут он за Януковича тут он за кого-то тут он за Зеленых они всегда меняют потому что это уже не государство это шайка бандитов во дворце президента котов которые поставили задачу отжать всю собственность граждан Украины и сейчас в опасности ну солдаты ну что с них со солдатами они уже все взяли они взяли на яйцах они взяли на поставках они взяли они взяли у них уже все они сейчас у них жизни забирают бросая иногда штурмы меняя генералов не понимая как вообще ведется война им нужны аплодисменты людоеды они кричат атакуйте не отдавайте Баху не отдавайте Авдееву не отдавайте то это людоеды они забирают у них сейчас они у нации забирают будущее потому что там выбиваются наши граждане наши молодые люди так что у армии взять нечего но у генералов там тоже своя коррупция есть у полковников они все уже с уголовными делами военкомы которые пока грабят людей им дают просто накопить чтобы прийти завести уголовные дела и все отобрать он сидит военком и у него забирают всю недвижимость охота только за недвижимость охота только за деньгами только за потоками никого не дают разрастись кому-то воровать и сейчас те люди которые сидят на тендерах думают там гуляют у них уже сидит агент какой-нибудь или СБУ или БЭП он БЭП отчитался рулем по-новому война в 10 раз больше судам дали дел чем во все предыдущие периоды чьих дел предприниматели Балашова шельмуют за одну квартиру проданную в 18-м году и завели такие дела что это привело к международному розыску как бандита это обидно я лидер партии меня в Крыму похищала диверсионная группа русских это судом подтверждено он заочно арестован меня арестовал басманный суд и меня эти прокуроришки которые никогда не высовывались ни на Майдане нигде ни в Крым они всегда были за они при любой власти сидят они решили отобрать ну слаб старый стал ну давайте отберем у него недвижимость хрен я отдам детям все после моей смерти и в Украину приеду надо будет посидеть придется ждать но нельзя ехать к сожалению сейчас вот такая подстава беженцам меня нашли на том что я выехал и они не присылали два года повестки а потом вдруг за неделю мы считаем что он на месте приходи в суд человек в Америке он уже работает получил право на работу как-то выживает спасибо держава спасибо Украина как можно вообще такую страну не то любить хотя вы себе не представляете я сплю и вижу Киев когда я вернусь я сплю это и вижу мы все хотим вернуться но дадут ли они нам возможности вот эта попытка в парламенте отобрать или стреножить скорее собственность людей так что все кто сейчас за рубежом там я знаю многие люди ну кому до 60 они выехали выехали вовремя некоторые не вернулись просто потому что начали стреноживать кто же въедет в страну из которой ты не можешь выехать что же надо подумать и мы когда ищем выход мы должны знать что они будут делать вот когда мне подсказали а я сам как социальный психолог вот когда сам себя анализируешь свое дело ты немножко в тумане находишься в личных эмоциях а когда он сказал очень просто это отжим собственности это банальный отбор и грабеж тебя грабят тебя грабят в долгую тебя раскручивают тебя ведут за тобой следят я когда-то возмущался я говорил как это прокуроры и следователи могут следить а потом вспомнил на меня же одна группа вторая группа подстава одна вторая третья много пропустили подставу приходили пацаны которые вот так вот терлись прямо об тебя чтобы ты их ударил ты уходил от конфликта к тебе врывались какие-то пьяные мужики чтобы ты их ударил к тебе приходили и я это снимал у них вышибло оказывается и обиды на меня еще за вот этого Бэтмена когда я себя повел не как терпило а напал на них это они простить не могли поэтому международный розыск в суде прокурор так и сказал этот Махненко говорит так он же ж Бэтменом представлялся ну вот пусть теперь международный розыск повисит они преследуют буквально рядового на самом деле граждане тебя травят те люди которые на твои налоги должны тебя защищать твою собственность это прокуратура и государство должны были защищать все памятники без исключения хотите переставить переставить но не разрушайте это все история наша куда вы этот Советский Союз из головы выбросите собственность это краеугольный камень вы можете в Европе все что угодно делать но конфликты за собственность европейцы вам не простят поэтому же самое главное в европейском праве это собственность Наполеон не лазил в собственность солдата никогда нельзя было осматривать портфель солдата Франция выигрывала все войны только потому что французский солдат был свободен более свободен чем любой другой в том числе при принятии решения если вы в очередной раз устроили отбор собственности имени войны мы откатываемся в военный коммунизм они к этому идут триумвират на самом деле это будет то есть они что-то что-то делают а теперь представьте зачистку можно делать тех людей с которыми вчера еще работал зная о них все то есть они отработают в начале президента отстранят его от власти думаю по собственному желанию он передаст или у него есть другой вариант сидеть во дворце и не тявкать делая вид что тебя нет но это ему было и предложено наверное готово ты сиди там и не тявкай мы тебе скажем что говорить и когда говорить и доляшку тебе занесем не волнуйся а он говорит я что тряпка вам что вы так это я тоже хочу принимать решение я же понял что ему не звонит и не сообщает ничего залужный залужного от него уже изолировали теперь представьте себе ситуацию во время войны у нас есть Зеленский главнокомандующий который имеет право снимать любого генерала и назначать другого под залужным и войска генерал залужный который не контактирует как с координатором главнокомандующим в силу его невменяемости потому что что же ему сообщать если он невменяемый и этот конфликт все больше и больше разогревается вот мы посмотрим 31 марта по-моему были выборы президента те самые выборы на которых я поучаствовал и опубликовал свою декларацию в которой я показал всю свою собственность и кого-то сильно жаба задавила как они сказали у него слишком много собственности в правительственном квартале это бизнес-модель всего лишь я о ней рассказывал публично людям я говорил что сами вкладываете в правительственном квартале бездонный рынок но я думал что будет защищено но не от Зеленского с Ермаком Татаровым и прокурорами от них не защитишься они тебя разрабатывают они своих людей подданных вот вдумайтесь они разрабатывают человека с имуществом они его превращают в ЗЭКа они его сажают по любому поводу я до 60 лет прожил без единого привода но все-таки заслуженный человек а тут сразу 7 уголовных дел бабах на голову и за год твоя жизнь вообще стала другой ну проблемы случаются вопрос как мы их перевариваем пока перевариваю я плохо последние сюжеты но думаю что это нам испытание чтобы чтобы перейти на следующий этап что я могу я могу вам все это рассказывать я буду их анализировать сказками чем угодно препарировать сейчас у меня развязаны руки я немножко я думал что у них личное неприяние к Балашову нету никакой личной неприязни к Балашову у них оказывается более того некоторые уважают Балашова но знаете как они говорят ну у него же много собственности в правительственном квартале не вопрос что он свободный не вопрос о том что он там ездит четыре раза отдыхать это не в этом дело а в том дело что это норма отобрать имущество норма в нашей стране и к этому относятся люди как к чему-то обыденному это норма в нашей стране снести памятник все равно какой это норма после ухода президента теперь это уже норма каждый следующий президент будет преследоваться завести на него кучу уголовных дел после ухода не во время весь ужас заключает что после потому что в чем порочность этой системы как бы президент не правил как бы у него не заканчивалась его каденция но если у него единственная задача стоит даже две задачи это соблюдение законности если у него нет других задач или попытка удержать агрессию других людей против других людей и основная задача передать власть американцы все время об этом говорят передайте нормально власть это для нас важно я больше того скажу 31 марта когда закончится каденция она закончится в мае когда он инаугурировался пройдет его законный срок что будут делать русские путин зная международные законы он будет его признавать нелегитимным какая разница военная ты нелегитимный все с тобой никто уже не будет вести во всяком случае Россия не будет признавать действующего президента уже в мае в мае у нас нет президента она скажет вы предыдущего перед предыдущим вообще свергли он не досидел до конца а этот досидел до конца и не хочет избираться а Путин в это время изберется он легитимный будет хоть там его и травят но переговоры с ним ведут это еще одна причина почему Зеленский заорал что он не тряпка потому что ему предлагается сюжет который его убьет этот сюжет заключается в том чтобы соглашаться на переговоры с Путиным фактически переходить в дипломатическое решение прекращать огонь то есть закрепиться на тех позициях на которых сейчас стоит Украина то есть признать что ты нам два года лапшу на уши вешал по поводу Крыма по поводу выхода на границу 91 обратите внимание Зеленский уже не говорит о 91 году он говорит исключительно о том что в принципе это уже победа то что ему говорили и раньше признать что ему победой и останови бойню перестань жрать людей но нет пока нет не соглашается он же не тряпка он не лох какой-то а в данной ситуации почему у него это приходит в голову не лох и не тряпка потому что все шишки на него сейчас у них самая главная задача они так думают у него у Ермака уже нет это отшельметь самого заложного поэтому вот это пренебрежительная Валера и Мария Валера главнокомандующий у тебя Валера ну тогда он тебя должен называть Володя Володька что ты у тебя ус отклеился борода начинает отклеиваться Володька так вот Володька этот который прикидывается людоедом главнокомандующий Валерой называет знаете почему когда называешь Валерой а я это с чистой психологией у меня был знакомый который все время всех называл уменьшительно ну Коломойского он называл Игореша меня Геша и так он всех приуменьшал я думаю а что он это делает ну конечно залез в учебники почитал и сразу человек открывается он вас приуменьшает потому что хочет отмошенничать то есть он так снимает из себя моральные обязательства ну что там Валерчика уволили правильно да если ты увольняешь главнокомандующего это одно а Валерку а кстати дать поручение Марии чтобы она его давила тоже уменьшил кто она такая ну ей пожертвуют ей пожертвовали ее сейчас хейтят во всех социальных сетях безуглая приобрела имя сакральное безумное помните в моей пьесе там где план где план твой генерал и Зеленский это он автор требовать с него план потому что во время этой пресс-конференции он в очередной раз сказал нет аргументов где план а план не дадут Зеленский невменяемому план не даст у нас невменяемый президент ему план никто не даст а под ним сидит мафия которая занимается отжимом недвижимости а им помогает вся судебная власть а им помогают все полицейские они за де-факто госпереворот произошел у власти Ермак де-факто они захватили всю власть им мешает только одно на содержание пенсионеров и государственных служащих нет денег они все забрали и все остановили бизнес-центры пустые которые они отжали за них платить теперь надо недвижимость стоит проставить которую вы отжали стройки поостанавливались ничего не продается ребята отжим собственности даже у злодея незаконно вот такими методами приводит к тому что у вас останавливается вся экономика я подумал еще чего они последнее время за женщин-то зацепились давайте женщин брать в армию да а знаете почему потому что женщины не пойдут на передовую но они пойдут работать штабы секретаршами помощниками они себе женщин забирают а мужиков которые сейчас сидят на писульных должностях их отправят на передовую так что там армия которая хорошо приспособилась некоторые воюют а некоторые сидят в тылу и зарабатывают эти могут отправиться в боевые части они же военнослужащие им прикажут поедет а мы на их место женщины женщины об обществлении женщин идет это то что происходило при большевиках они дошли до мышей до об обществлении женщин был отменен институт семьи была отменена частная собственность было отменено женщины должны коллективно рожать появились детские сады для коллективного воспитания появились детдома это все было при большевиках за 7 лет 1917 1924 год но к чему это все привело и отбор собственных разрушения памятников убийство царя и так далее изгнание тех остановилось все уже никто ничего не делал потому что любое твое действие приводит к еще худшим результатам вот если я сейчас попытаюсь отменять международный розыск что-то как-то шевелится я приведу к худшим результатам но я буду тратить деньги а смысл поэтому осторожно сейчас не тратьте деньги и ничего не делайте я даже думаю что мы должны сейчас в какой-то степени лично бастовать против этого бездействия вот Ганди все-таки изобрел потрясающую вещь бездействия для индусов это великолепно сработало так как в Украине все равно толком не трогать можно бездействовать да надо добывать себе хлеб но только для добычи хлеба и заработка небольшого но бизнес ни в коем случае не лезьте ну лезут все равно молодые люди шальные будут лезть им будут казаться и даже зарабатывать это игра в наперстке де-факто мы сейчас с государством работаем играем в наперстке столпившись вокруг этих шариков и они нам то показывают и говорят угадай где ты должен быть где шарик никогда не угадаешь деньги заберут все и вот это у нас происходит так что мы наблюдаем как кот напал на людоеда а людоед вдруг осознал что он людоедишка и что он вообще фальшивый и что ему грозит если не импичит потому что они ему сейчас будут угрожать очень простым мы взорвем информационную бомбу по поводу состояния твоего здоровья вменяемости потому что последняя пресс-конференция это был невменяемый неврастич человек нуждающийся в психиатрической помощи нуждающийся в психиатрической помощи он сейчас будет принимать при такой полоте власти неадекватные решения он сейчас против того что он говорил до этого запел хотя бы это запел ему уже сказали и американцы и мы говорили окапывайся он сейчас запел окапываться он услышал что надо как-то линять с военной части перестать ходить в зеленом он уже одевается в черное постепенно он будет переходить пытаться сбежать от ответственности он теперь заявляет о том что за фронт он не несет никакого ответственности там есть главнокомандующий до этого он говорил я главнокомандующий я Езн Черчилль пришествие Черчилля воплотить размер Черчилля сравнить и размер этого и силовики рядом он же сказал когда сказали а Татарова вы уволите он говорит у меня шесть менеджеров я не уволю никого я царь он не уволит его он не может никого из этих шестерки уволить они обладатели сакральной тайны их только убить надо ему или посадить как он может в принципе договориться с нижними чинами и посадить оперативно за измену арестовать всех шестерых и отправить в СБУ вот с СБУшником договориться и сказать что я тебя повышу до ранга самого главного петуха нашел вот что ему надо делать но он этого думаю не сделает трусливый мальчик может только против папы кричать когда папа принес деньги в дом и кричать против него истерично что мама так настроила с детства бери деньги у папы бери деньги у папы папа богатый бери деньги у папы вот она катастрофа которую мы пропустили ну классики же писали что майдан это революционный переворот но обычно после таких майданов власть захватывает негодяи потом приходят другие а потом всегда возвращаются негодяи из предыдущей власти все януковские негодяи сейчас де-факто у власти все прокуроры на места все там они родились в кабинетах этой шайки и они заключили какой-то пакт между собой это судьи часть это часть национальной полиции во главе с главой национальной полиции генпрокуратуры во главе с генеральным прокуратуром во главе с городским прокурором РУВД если ты в шайку не входишь тебя выбросят они все соучастники я прошел это я видел их все сейчас вот думаю с адвокатом ФБР надо пойти рассказать историю чтобы они знали как это происходит сегодня единственное что мы должны кричать европейцам ребята вы нас конечно кандидатами приняли у нас собственности нет Европа алло Европа не выдает этим украинцам и Америка людей по международному потому что они знают что это такое что это за кривосудие они когда смотрят статьи вот мою статью будут рассматривать здесь 212 что он сделал квартиру продал они охренеют вы что в международный розыск подали человек который свою квартиру продал вы что с дуба упали не оно конечно звучит по другому хищение в особо крупных размерах из государственного бюджета так они пишут ну чтобы статья была пожирнее вот такая страна опасность не от Путина сейчас мне сказали я же говорю что половина чинов думает да пусть уже Путин чиновники потому что мы не знаем правил а правил нет правило одно есть собственность ты в опасности правило как в игре кальмаров ты забежал немножко вперед с собственностью и начал себя чувствовать свободно не свободно может себя только человек чувствовать который выехал в Америку с ограниченным ресурсом и ходит здесь по улице это свободный человек если у него есть ресурс вот так вот разрушаются устои государства и когда Путин заявляет что это не государство потому что основная функция государства это охрана собственности и мир на ее передача из поколения в поколение чтобы она накапливалась кто в Украине передал деньги чтобы они накапливались Коломойский Ахметов ну разве что в Лондоне кто Зеленский передаст что-то в Украине у Зеленского он продал даже дом во время президентства чтобы ничего не было он понимает что он будет жить в Лондоне он вьет себе гнездо где-то в Лондоне почему Лондон не выдает его не выдадут если он туда доедет вот там в отставку подаст и туда доедет все он будет жить в Лондоне у него там квартира это уже лондонский житель мы имеем дело с беженцем политически и забрать он знает правила забрать у него будет ничего но у него ничего нет но туда он приедет начнут поступать деньги с офшором его помощников на которые сейчас работает наша машина государство выкачивает туда денег вы что думаете что вот эти деньги которые списываются которые должны идти на армию на закупку делается предоплата они исчезают нет они под контролем только они там размываются этот на этот счет этот на этот счет там этих счетов они знают как американцы это отследят они через 10 счетов специальные люди этим занимаются день и ночь им надо вывести все что смогут а прокурорские вот этот не заужили они будут перелохматить на будущее они же в Европу придут собственниками в Европе законы уже будут защищать как они думают их собственность если Европа нас в таком состоянии примет всякие переговоры надо прекращать Европу если у вас отжимают сидят люди чтобы у них забрать собственность вы не страна вы не государство Зеленский не управляет государством у нас государство грабителей стало начальником причем очень жестоких и очень организованных де-факто государство уже в Украине захвачено ОПГ в полном составе эти все шесть человек вокруг Зеленского на которых он указывает Ермак Тифанишин Арахамия помощница президента первая которая прямо в кабинете сидит все время все время сидит в кабинете и муж ее Гагилашвили который у Буданова работает советником и Буданов со своими странностями и туда входят вот эти люди вот это и есть ОПГ все круг замкнулся мы малая Россия мы мини Россия все мы не свободная страна у нас у нас нет свободного предпринимательства все все закончилось я все время не мог созреть что произошло с Украиной какая катастрофа все но нет государства Путин победил Путин уничтожил государство нет оно будет принимать решения он будет гнать людей чтобы сохраниться они еще какой-то бедла у них есть очень много активистов посмотрите на этих восторженных комсомольцев которые стоят и передают вопросы президенту эти ряженые журналисты их же много готовы служить уже этому государству такому как есть оно сломанное государство мне вчера сын подсказал вот это прекрасное название нет государство Украина есть но оно сломано они сломали механизм государства я же говорю который стоит основой государства это ваше право на собственность чем управлял Советский Союз Советский Союз управлял собственностью у людей было жилье полученное от предприятий купили в кооперативах кто-то себе а вся остальная собственность право работать распоряжаться собственностью я имею в виду предприятиями было на государстве и единственное что сломало механизм государства коммунистического это собственность государственная собственность начала переходить частную собственность и Советский Союз перестал существовать его идеология с этим не справилась лопнул все пузырь лопнул перестройка произошла и сейчас идет обратное государство оказалось вот этому ОПГ выгодно они посмотрели отличная штука управляемая демократия в России в Белоруссии смотри вечно сидит чувак вечно находятся у власти одни и те же люди все довольны чистят ну а людишкам ну законы ну пусть работают они же должны нас обслуживать парикмахер должен работать ну как а куда я в баню буду ходить кто-то меня дроник чистит там можно а всю остальную собственность они контролируют государственно но мы же не сомневаемся что Путин это ОПГ а почему мы должны сомневаться когда у нас все отжали все государственное вы думаете чего сейчас толком приватизации нет продолжают требовать приватизацию мы его взяли под контроль теперь мы наши наблюдатели советы сдают ее в аренду в наших интересах теперь мы пользуем ее у нас нет денег у нас нет приватизации а когда они отбирают собственность теперь вопрос а кто купит недвижимость ну мою не купят потому что она арестована судом а кто купит недвижимость которая может быть арестована да тут уже нотариуса будешь бояться да мелкие квартиры будут покупать там хотя и там наверное опасно потому что мелкий участковый мелкий какой-то черный адвокатишка вдруг что-то не так напишешь а затравить маленького человека с двухкомнатной квартиркой вам же нечем вообще отбиваться можно адвоката не будет делать а они в длинную затянут ну какое-нибудь там дело неправильный оценк как у меня нотариус оформил ну неправильный оценк неправильный ну и все давай расплачивайся собственности нету ее права собственности закон тот кто оформил единственное что может это убежать лично спасти тело чтобы не отобрали собственность ну это называется затупиковать вот тупикуем люди которые сейчас сидят в Киеве им обладают собственностью вы же поймите открыли реестры сейчас сейчас активно этой бандой прокурора изучаются реестры они публичные они и так могли взять ну так они изучаются у них еще помогают банки им сливают информацию по мне же монобанк слил всю информацию прокурора все распечатки всех там и они отслеживают значит ага вот декларация там какого-то депутата его жена владеет пойдем-ка проверим чем она владеет все и там начали забирать а что это он дом купил на тещу она тоже можно забирать тещу в тюрьму за незаконную покупку тещу будешь спасать быстро перепишешь сама теща перепишет и они переходят все больше и больше на эти методы я вот по Носирову Носирова вышла как бывшего налоговика который вступил там короче сидит они у него уже один залог забрали он сказал я вам больше залогов не дам вы все равно его заберете буду сидеть упертый но вы думаете справедливость нужно наказать там вырок дать нет они ему постоянно предлагают поделись дай нам денег и мы отстанем хватку прекратим так подождите вы вообще всех-то да я видел в тюрьме дедушку которого озеро старый дедушка у него с того кому достался я говорю как озеро прокуратуре понравилось они заехали отдохнуть понравилось теперь я преступник наводчик этих дел сочиненных все лукьяновское СИЗО они сейчас я думаю должны расширять тюрьмы если они собираются уцелить тюрем должно быть больше потому что предприниматели которые будут ловить вот сейчас человек необдуманно примет решение скажет ну вернусь домой они же требуют военно обязаны они там срок дадут когда вернут и как только его прямо с поста повезут в военкомат сейчас они хотят расширить диапазон возраст переместить с 18 лет как там сказал Данилов воевать должны молодые они дерзкие они сильные безмозглые часто не дорожат жизнью берегите жизнь это единственное что у нас есть и друг друга и народ помогайте друг другу потому что над вами людоеды сейчас от людоеда надо прятаться сейчас они будут везде шнырять менты опасность военком опасность прокурор страшная опасность он организатор целой банды над ним люди телефонное право мой прокурор все время ходит звонить как они радовались суде как они радовались как они добились своего преступника выводят на чистую воду за продажу квартиры они же знают что там написано они же знают что это все технически и не поймали в этот момент когда я за рубежом но это их методы их методы крючкотворства кстати когда вот на вас вот в этом режиме наезжают это там люди которые начинают вас морально опускать так сказать говорить что вы не то сделали вам могут даже адвокаты говорить ну ты же хотел заработать как мне говорили ну вот теперь вот ты страдаешь а другой скажет не ведитесь на это вся проблема в быдловатом отжиме собственности но они себя считают высшей кастой они юристы они же тебя как они говорят мы же тебя по закону трахаем но у меня вопрос а ты присягу давал кому он присягу давал народу Украины защищать его защищать законность непорядок у прокурора я специально открыт почитал и он сидит он закон не защищает он тебя обвинительный уклон в Европе оправдательный уклон правосудия в целом в Украине и в России обвинительный уклон во времена Советского Союза если прокурор заводил дело суд выносил решение то что он просит то и выносит адвокат мало на что влиял поэтому там так и происходило мы жили без закона но не было вопросов собственности сейчас обвинительный уклон приводит к тому что прокурор все время шепчется с судьей мы в неуральных условиях они с крапленными картами он с судьей договаривается на вырок на все договаривается единственное что сейчас можно это в долгую все это запускать в длинную когда и судьи и эти прокуроры сгинут как роса на солнце и не надо меня он прикачивал где-то забыл слова гимна вы что думаете я живу с этими словами мне не нравится гимн Украины вот что я могу сказать он он к сожалению пассивной жертвой гимна не звеный вот это все но и надежды у меня нету на населении потому что есть надежда только на европейцев что они заставят как-то их свернуть даже если это сейчас триумвират будет я почему-то верю что он будет он будет или с одной стороны или с другой я же говорю что сейчас у них самая главная задача это триумвират этот устроить естественно как конечно вот по французской революции все социальные психологи писали свои работы они наблюдали потому что это первая революция была и она была абсолютно классическая с поеданием своих детей я имею ввиду тех кто совершают революцию они все потом страдают от этой революции с переменной настроения толпы а перемена настроения толпы что сейчас происходит у нас сейчас толпа социальных сетей людей переключается они теряют своего надутого идола это болезненный процесс они теряют Зеленского как ориентир храброго парня и вдруг начинают видеть в нем запуганного зашуганного человечка подчиненного коту ложного хозяина потому что как кот привел хозяина людоеда к власти сожрав мышь людоедскую так он и этого потеряет в какой-то степени Зеленский сейчас способен не Зеленская а Ерма способствует превращению Зеленского в мышь они его сейчас будут много подставлять и как только он превратится в мышь у него не будет другого способа бежать в нору забиться Лондонская нора не важно любая он будет туда забиваться ему дадут уйти никто его арестовывать не будет Черчилль где должен жить в Лондоне это чему кто за что воюет подалек там выступил говорит все на фронт неравные условия все из-за рубежа сюда мы будем коровывать а кто сказал что подалеку можно доверить жизни наших пацанов кто сказал что людям сидящих на сцене президентского дворца можно доверить управление страной вот они докорувались все забрали но все остановилось большевики поступили точно так они все забрали всю власть были же выборы большевики пришли какую-то фракцию мелкую но они решили преемственности власти не должно быть выборы нас не признали долой всех пулемет все решит и у нас сейчас та же самая прокуратура все решит по закону мы вас не просто так осудим а по закону ну просто закон мы и есть ну трактовка закону такие фарисеи мы трактуем закон с судом вот как суд вынесет как там все написано на усмотрение суда можно видеоконференцию проводить да можно во время войны много беженцев надо заканчивать суды можно можно но приписка на усмотрение суда это не закон это беззаконие так что мы сейчас как никогда разрушаем свои взаимоотношения с Европой но еще раз говорю не волнуйтесь мне кажется они найдут выход мне кажется 24 год нам покажет что их всех надо свергать они уже не с нами они нас грабят причем всех без исключения это же фантастика придумать законопроект регистрации всех выехавших с целью кто не вернется арестовать имущество это феноменально то что предприятие отберут и в арм бросят а там перерасправляют на своих сейчас обезжиривают Коломойского многие радуются как классно вот у него позабирать заберут прокуроры заберет челядь вот эти коты челядь Зеленского Зеленский его не защитил какие у них там были отношения я не знаю но он его не защитил и спал он сидит и будет сидеть ему наверное тоже рассказывают того же у тебя там дела закроются посиди подпиши мы снимем арест твоего имущества и имущество переходит этим людям они ему говорят ты хочешь спастись вообще выйти когда-нибудь отсюда да говорит Коломойский ну ты давай давай команду менеджером на кого они теперь работают на нас на котов а мы будем продолжать но все остановилось ничего уже не будет работать не будет дронов миллион и не будет счастья с ними все закрыто занавес будет кошмар мы всегда должны смотреть фундаментальные права фундамент здания на котором строится государство фундамент это собственно и они эту собственность отбор мы тогда много видели в 21 году в 20-21 как за людьми бегали у которых есть бизнес-центр господи у одного у моего соседа и мать арестовали онищенко ему предлагали отписать половину имущества его 80-летнюю мать арестовали он ее еле вытащил или забрал мы можем плохо относиться к онищенко они они будут детей в заложники брать разными способами им надо собственность ничего личного они говорят ну что вы к вам сплошное уважение просто у вас много собственности в правительственном квартале вы должны поделиться Зеленский уничтожил основы своим существованием или своим бездействием он не увидел что творится под ним вот эти 6 менеджеров разносят страну во время войны в кщел и сейчас у них деньги позаканчивали я думаю что они затихарились еще потому что американцы отложили выделение денег да и европейцы не спешат там под каждую выдачу денег из 50 миллиардов будет расписано что делать какие законы принимать они так боятся европейских законов потому что все европейские законы направлены на основополагающие вещи это защита собственности и прав граждан права нельзя нарушать я же тоже залез думаю какие у меня права когда я в международном ну очень простые лидер партии явный наезд за одну квартиру но обидно что нашу страну будут рассматривать в суде Америки и судья посмотрит на это и скажет какая она демократическая страна они человека пять лет истязают за квартиру за то что он шел кандидатом в президенты да вы что с ума там посходили в Украине так сейчас генеральный прокурор теоретически мог бы проверить я тогда еще когда попал в Лукьянов потом вышел я обращался к Венедитов проверьте дела которые находятся под контролем генерального прокурора выборочную проверку сделайте кто сидит пойдите пошлите своих прокуроров в тюрьму и опросите людей что с ними происходит в реальности никакого движения она сказала у нас нет заказных дел конечно у вас нет заказов вы и заказываете их вы отбираете собственность нашу нынешний думаете что я надеюсь что Костин устроит проверку по моему делу и отзовет эти иски к чертову я не надеюсь вы думаете я надеюсь что Зеленский это сделает он не услышит да и не сможет потому что это признаться что они есть но мне кажется если они собираются это умирать делать им надо что-то сделать им надо показательно показать что они начинают наводить хоть какой-то порядок люди шарахаться будут страны в которой отбирают собственность это они у них она не останется потому что за ней потом придут к ним они думают что они все равно не вечно будут сидеть в этих креслах даже прокурору ну конечно они там скирдуют последний год живем об этом написали уже в Таймс жрут так нажраться не могут коты им сейчас самое главное продержать ночь продержаться а ночью мы что-нибудь стырим открутим увезем утащим если у них собственность не только отжатая а еще самая большая за этим всем вот эти винтики прокуроры стоят на должностях посаженные люди им бросают люди те которые возможно и не власть ну как как должность а не просто власть невидимая власть когда ты не понравился человек в магазине там в ресторане пацаны а ну последите за ним полгодика поднимите по нему информацию и где мы можем его травить все понеслась по кочкам вот такой госпереворот он и де-факто уже происходит но он продолжает текуще происходить нам еще не объявили победителей а победители или проигравшие здесь будем мы почему потому что вот это вот смешко появился а ведь это люди я всегда думаю откуда у смешко вот эти 6 процентов 5 процентов 4 с половиной ну все время его никто не знает вообще ну пиарится на каналах Медведчука вместе с Гордоном ну Гордон все время говорит что смешко это самые смешки не бывают и вдруг опять смешко почему Бубликов опять Бубликов или как в фильме Гараж опять он вылазил потому что за ним некий круг пророссийских служб или политиков которые имеют пророссийское трактование когда мы вспоминаем что сам Ермак тяготеет к Патришу тяготеет к сговоренностям и сейчас он конечно сам не может у нас же застопорились обратите внимание застопорились обмен пленный а почему застопорился нет обменщика со стороны Украины нет обменщика то есть нет доверенного лица раньше был Медведчук на этой должности всегда человек которого надо поднять в общественном сознании вот кого они поставят на обмен мы будем видеть это значит человек вступил в сговор с Путиным и уже начинает крутить потому что они выбирают обменщика с кем они будут вести Ермак наверное уже не будет обменщика помните в начале войны Ермак ну баллы себе поднимал потом он понял паленая должность потому что просматривается вот эта вот вещь назначение кто-то должен появиться ну точно не генерал залужин а отдаст ли Зеленский сейчас пытается уйти от отдачи приказа на перемирие прекращение огня это же надо войскам он переложит эту миссию попытается на залужину но вы никогда не ведитесь на это потому что вот это вот преуменьшение Валерчик Валера это говорит о том что он его страшно боится кого она опасается того он преуменьшает вот прям как из сказки вот если ты опасаешься этого человека постарайся найти у него столько изенов чтобы он стал маленьким вот я про своего знакомого говорил который говорил Геша Игореша на Коломойском он говорил Игореша он его опасался причина называть людей уменьшителями они их опасаются ну вы знаете наверное у вас тоже есть такие знакомые которые говорят а Сережа я знаю ну про премьер-министр Володю Володю я знаю это как бы они и вроде к ним но на самом деле они их боятся и далеко так что если мы хотим преуменьшить и меньше бояться мы должны их тоже преуменьшать Зеленского нет мышь это жалкая зеленая черная правда мышь с украинским флагом здесь Ермак это кот который готов съесть эту же мышь и он на пороге съедания единственное что ему пока мышь нужна но мышь начинает понимать что она идет в нору и надо бежать но там мышеловка у них мышеловка с кормом прямо в кабинете президента стоит и там сговор я думаю что Зеленский когда упоминал 6 человек команды он как бы сказал это моя команда я царь а вы челик и людям он тот же самый посылал это моя челик я не буду увольнять мои дворяне а вы смотрите и управляйте как я управляю и восхищайтесь он как бы сказал я и слушать вас не буду уволить там Татарова чего я буду уволить ну и что что американцы хотят ну европейцы хотят ну общественность хочет ну петиции выпишут ну я же царь он как бы дает карт-бланш этим своему окружению Ермаку Татарову я вас не уволю я же вас привел я с вами ну а они уже думают как ты с нами мы шелк ты уже не с нами ты сам себя уменьшил сам себя съел пока ты был на трибуне Вашингтона на встрече с королем мы думали что ты уже увеличился но мы знали что ты на самом деле мы тут во дворце видим мы в твой кабинет входим у нас прослушки везде стоят мы знаем что ты делаешь кому что ты говоришь с кем общаешься и ты обделаешься если мы что-то скажем мы даже вот законсервировали Арестовича там с информационной бомбой он знает что здесь происходит если ты нас тронешь Арестович скроет все пакеты это заговоры против это дворцовый переворот называется теперь царь сиди и слушай что я тебе скажу когда французская пресса написала что Ермак кардинал зеленый они знали что пишут король слабый король никакой при нем находится кардинал или регент или держатель печати главный канцлер не важно как это называется в какой стране или глава офиса президента де-факто вся власть де-факто возглавляет ОПГ из силовиков захвативших власть и отжимающих собственность уничтожающих основу страны не нарушили течение и посмотрите визуально теперь к чему это приводит отбор собственности в том числе и у Януковска как бы люди не думали что это справедливо но этот весь незаконный разгром квартиры или дома пшенки как бы мы к нему не отходили но это приводит к тому что вы сейчас стоите где-нибудь во своем поселке доме смотрите на снесенный памятник кому-нибудь неважно кому но вы видите вырванный зуб истории который торчал здесь оплотом предыдущего режима но на оплоте предыдущего режима ничего не повысилось своего потому что вы в очередной раз как большевики хапнули собственность большевики хапнули страну но что с ними произошло через 7 лет Сталин вынужден был всех расстрелять всех жили шикарно золото невероятное количество женщины эти балы женщины голодные прыгают на каждого комиссара это было для них это потрясающе кокаин в несметных размерах все аптеки их а он тогда был в аптеках обнюханные жестокие вот обнюханные люди и самые жестокие потому что они не в этом мире живут и вот эти комиссары расстрельные списки каждый день есть эти документальные фильмы как целый день стреляют людей но тогда такое время было но всех кого они застрелили их квартиры остались и они же их и занимали часто и жили в больших и пользовались имуществом тех людей которых расстреляли да и более того они заставляли их наголо раздеваться и забирали это все прямо шкуру сдирали а разве сейчас на таможне не то же самое когда списком ведут людей говорят вот реестр вашей собственности не хотите ли переписать что же вы уезжаете с родин не выпустим если не перепишет и такие уже случаи замечу тихо люди что-то платят и бегут сейчас Украина самое опасное место на земле она вышла на первое место потому что невменяемый президент он должен останавливать грабеж граждан во время войны особенно Сталин репрессии приостановил каким бы он жестоким не был даже генерала выпускали война для этих войны не существует они будут отбирать собственность вот сейчас же киевлян там же они сидят радуются что-то строят не много но строят что-то покупают да у вас заберут все невозможно удержать когда вас потянут Лукьяновку по какому-то вымышленному делу семью нет там они пачками работают сразу насначается несколько у меня работало 30 прокуроров записано 25 следователей они менялись постоянно да я находился на свободе но это не значит что я я немножко даже скрывал мне было стыдно потому что они меня довели до состояния когда я должен был сам стесняться своего поведения что я построил дом что я хотел заработать что я памятник разрушил может какой-то и разрушил уже начинает сомневаться приходят какие-то шепталки говорят вы не хотите договориться мы приостановим это все мы разморозим стоит это недорого 25-30 тысяч а я упирался не дают когда тебе предлагают вы не хотите отписать недвижимость ну чтобы у вас не было проблем то будут проблемы мне там тоже говорят люди они же ну на кого-то они просто еще не обратили внимания но я же говорю о том что они работают с информацией там специальный центр создан который информирует чей это дом да потом им несложно узнать ну вот он едет мимо бизнеса чей это бизнеса а там есть проблемы внутри есть а кто владеет вот этот а давайте подследите за ним уголовные дела на него настолько примитивно что ты начинаешь думать ну сложнейший магазин государство работает против тебя но не из-за примитивной собственности отобрать да украинец чиновник он примитивен прокурор примитивен он хочет просто тупо забрать я раньше думал эти паркоместа постоянно у него раз и паркоместа раз и паркоместа это хоть что-нибудь называется они не покупают паркоместа это взятка в 100 тысяч долларов просто перепиши 100 тысяч долларов или кто-то откупился он владел паркоместом но у тебя больше нету денег мы тебя довели до состояния мышей затрахали до мышей отпиши паркомест ну 100 тысяч мы его оценим ну нормально паритет закрыли пожали руки не обижайся ничего личного мы просто забрали но этот человек которого забрали уже никогда не будет вкладывать никуда деньги нету предпринимателя нет налогоплательщика все закончилось предпринимателей в Украине нет есть грабящие и ограбляемые есть мошенники которые лезут в тендера даже если этот человек абсолютно честный но когда он туда влезет у него будет уголовная статья по мошенничеству сразу что-то он битус мету состав у нас царится доказательств экспертиза эксперт решает посадить вас экспертиза у них в руках Кличко попытался сдвинуть городскую экспертизу на своего не дали возбудили уголовные дела против Кличко на основании экспертизы помните взорвали Шеремета на основании экспертизы задержали несколько человек невиновных они знают чем их суды закончили их вначале под домашние а сейчас еще под что-то выпустили но вы помните как Аваков Зеленский и Рябошапка публично обвинили этих людей во взрыве Шеремета знаете почему они это сделали потому что они сами взорвали не не Зеленский и Рябошапка но возможно люди которые что-то показали украинской правде показали свои возможности и подрывники узнаваемы по походке и эксперт опознал по походке абсолютно невинных людей чтобы закрыть преступления которые они совершили по Шеремету закрыть его вот этим событием то есть назначить невиновных виновными чтобы прикрыть как им спится вообще Зеленскому как спится Рябошапка публично вот так вот людей посадить и держать президент генеральный прокурор и глава и это все рассыпается они просто тянут время они закрывают дело именем войны именем войны с Волошов можно а там мы прикроем время уходит подальше заныкаются и это не сейчас произошло они вот этот переходящий вымпел в виде спецслужб они просто раньше принадлежали разным течением СБУ одним этим а сейчас это центр и центр в администрации президента не самостоятельная фигура СБУ и Буданов не думайте Буданов это Ермак Ермак это Буданов Гагилашвили это Буданов Ермак Татаров это Ермак и все назначенные на смотрящими теперь это можно уже называть институт смотрящих через то что европейцы добивались вы же добивались чтобы у нас были наблюдательные советы ну так мы туда вам послали людей своих они уже могут влиять на руководителей которых они им присылают и одна цель поток им надо поток раз это уже государство мы никого не они хотят остаться вот основная задача котов это как-то избавиться от Зеленского вот и Зеленский если он меня смотрит он должен понять у них сейчас задача от тебя избавиться потому что ты уже дискредитируешь своими выступлениями люди уже начинают что-то подозревать что-то у тебя лицо не того размера что-то у тебя глаза сильно зрачок раздутый что-то у тебя бессвязная речь и они хотят от него избавиться но они же не станут хозяевами им теперь нужен хозяин во дворце они не от дома откажутся а от хозяина человек которого превращают в мышь должен понять что они его доведут до состояния что он должен прятаться в норе в лондонской уже видно что где-то может быть в июне в июле Зеленский будет подавать в отставу пробный шар уже произведет а он может быть и не пойдет на второй срок но если он подаст в отставку вакуум власти должен быть заполнен кем не Стефанчуком же он может и не доживет слишком крупный толстяк Ермаком народ не примет а почему бы вот триумвиратик не состряп ну чтоб друг друга мы же власть они же сейчас как ощущают Стефанчук бесспорно лидер клепания закон любой закон на отъем имущества на возврат людей это Стефанчук арахамия так есть председатель парламента он выносит он может протащить все шоу перешептать с депутатами Ермак который обладает силовой структурой всей ну надо считаться как и третье это заложник им надо договариваться с заложниками возможно соглашаться на то ты нас сохрани а мы тебе власть они хотят тянуть его то есть они сейчас хотят уничтожить котыш почерк не пропьешь и мастерство если они делали Зеленского из куклы президента надували то тут с генерала надуть да это вообще плевое дело и они сейчас у них задача превратить в мышь президента спрячется он на реле они его сожрут и освободить для генерала дворец но он туда не может войти президентом потому что выборы у нас отменены закон а время поджимает уже ничего не успеет надо и военное положение не отменить потому что именем военного положения они забирают собственность и не пускают людей в страну ну а заодно и европейцев войнаш и втянуть в этот дворец и запутать залужного но остаться разговор такой идет потому что триумвират это три человека будут сидеть во дворце я даже представил что ну за Ермаком остается какая-то должность у него появится консул я не знаю там можно придумать вот вам триумвират родился залужный в принципе они подумают но не сильно искушенный в политике надоем его еще послужим будем говорить что он как Зеленский великий величей Зеленского лучше и жена у него лучше и все у него лучше и вообще он военный генерал и вообще его надо награждать и так далее и вообще вся власть у него но я не должен помнить Наполеон именно это и сделал в начале триумвирата потом их уберет и вы знаете что я должен отдать Наполеону должное вот там сколько бы не говорили о том что военные власти но Наполеон проправил по-моему 11 лет за 11 лет все что сейчас есть во Франции это Наполеон как величие это самый золотой период времени почему Наполеон был помешан на собственном величии а значит ему нужно было великий человек должен управлять великой страной ну значит какой он великий ну какой Путин великий если он не управляет великой страной жалкая страна 11 тысяч ВВП все это кроет все сравнивая с Америкой там 65 тысяч долларов ВВП на душу все величия нет великая страна это деньги у страны есть деньги или нет а ресурсы это еще не факт нищее население не делает тебя великим то что ты можешь забрать собственность у собственного населения не делает тебя великим Зеленский не может быть априори великим человеком если он не будет и Наполеон он был одурманен и свободой но сама судьба выбрала его это установить законы кодекс Наполеона кстати по кодексу Наполеона выписаны и наши законы и конституции кодекс Наполеона он даже время менял он месяца менял он он хотел настолько величия что если будет этим заражен наш генерал он будет устанавливать законы коты в законном обществе не могут жить там собаки уже будут править собаки будут грызть и кусать котов но закон вернется собственность начнет возвращаться хозяевам у которых сейчас отжали по неволе поэтому когда мне люди пишут что вы что допускаете военного представляете что они наведут посмотрите военный Наполеон просто пришло наше время возможно военного возможно этот военный захочет больше свободы дать чем вы себе представляете но законной возможно возможно этот чтобы быть великим нужно надо великая страна великие поступки Зеленский с его комарили которые отжимают недвижимость у своих сограждан то есть поступают как воришки прокурор который вас спасет не потому что вы совершили преступление или потенциально можете совершить он вас спасет с целью организовать нападение он собирает про вас информацию в это время не собирается информация на преступников все заняты нахрен тот преступник зачем тот наркоман есть жирный гусь у которого есть недвижимость в правительственном квартале давайте следить за ним и все они рядом у меня даже сегодня разговаривал с человеком он говорит что удивился он работал генеральным прокурором я думал что Балашовым занимается генеральная прокуратура хрена но и занимается Печерская прокуратура Печерская РУВД и вот это все весь этот бедлам они устроили но они никогда не трогали политиков это им дали задание почему я говорю что заказ от ОПГ администрации Ермака уже даже не Зеленского и вот сейчас просто Зеленский прозрел и понял что он невеликий у него невеликая страна и надо признавать и поражение и что-то другое и отдавать власть самое главное потому что все что ты обещал ты не сделал ты еще и проиграл войну как ты можешь вообще остаться ты должен уйти даже досрочно от тебя срочно надо избавиться ты токсичный актив ты тянешь на дно всю нашу бригаду вот так они рассуждают Татаров сидит с Ермаком он нашу бригаду ОПГ тянет вниз видно уже уже видно не пускайте его выступать вы думаете почему отменяются конференции или выступления перед сенаторами почему маршруты такие запутанные скрывают все Путин бухал о не Путин этот Кучма бухал он мог напиться с вечера встретиться с одноклассниками но пока он летит ему кровь перелили он уже как огурчик в Париже а тут видать уже не все получается с промыванием ОПГ теряет власть на наших глазах мы просто но я обращаюсь даже к людям которые вот сейчас там собственно киевляне сейчас вот учитывая мое положение теперь мне все равно что говорить я их предупредил да они меня не слушают кто ты вообще такой мелочь пузатая Балашов там все да мой голос у меня нет миллионных подписчиков лакните пожалуйста помогите набрать подписчиков ну а я сейчас свободен как никогда я потерял на время недвижимость она вся под судом находится они мне ее стрелят но они мне дали другое я все время искал какой у меня плюс я после того как вышел из тюрьмы вы обратили внимание я долгое время даже зажатым говорил я старался обходить фамилии там не упоминать этих всех упырей у меня таких тормозов нет а мне какая разница у меня все равно они сделали так что я приеду ну на 48 часов меня точно задержат потом возможно выпишут залог 700 миллионов я его платить не буду я 9 миллионов не платил вы нормальный за продажу одной квартиры у меня 9 миллионов залог выписывали я вам что взяточник этим выписывают вон взяточникам судьям сливе который кстати меня пытался еще на один день оставить там откладывал суды сливе этому взятку меняют он вышел из Лукьяна 5 миллионов за него внесли он уже наскиндовал денег на суды он будет судиться теперь до царя панька на свободе слива судья операционного суда они все вышли под залог у них денег куча у предпринимателей отбиваться денег нет сейчас предпринимателям приходят дайте денег просто дайте денег уже все свет не так горит луч не так погашен у вас там протоколы не так все дай денег они говорят уже нету уже давать нечего и у нас одно остается от вас убежать и начинают бежать мы не должны отчаиваться жалко это время проходит но это время самое тяжелое вот сейчас начнутся перевороты сейчас будет непонятно но пользуйтесь сказкой она вам подсказка что будут делать кот бегемоты эти коты и что будет делать Зеленский но я уверен что если этот триумвират придет им же надо чтоб триумвират все равно три человека не могут быть одинаковыми в триумвирате все равно есть главный и они видать сами не могут быть главными ну давай мы будем с тобой Сифонишин и Ермак призываю они хотят туда уже влезть пока у нас татаров занимается евроинтеграцией и отжимает собственность у сограждан и занимается вхождением это катастрофа когда я услышал Бигус сказал у нас татаров занимается евроинтеграцией антимайдановец причем ярый антимайдановец а я когда думаю а кто это наметил мою недвижимость себе забрать думаю кому-то понравилось да в правительственном квартале да я ухаживал за ней я в ней сидел у меня там все хорошо и я знаю что вы придете да куда вы денете да там стоит зеленый слон синее дерево чудесный скверик там люди пили кофе цветочный магазин был да все понравилось да человек работал а вы приходите вот так вот забрать я прозрел за три года думал ну блин наверное у меня тоже мегаломания я думался на меня как на политик на человека который написал поэму нет они наверное это использовали потому что они показали зеленскому вот эти поэмы подонок же негодяй рот на кого открыл наказать говорит зеленский наказать ну хорошо мы пошли за его собственность и я неинтересен вообще от слова вообще и моя собственность и всех кого они сейчас арестовывают сразу арест не ушел чтобы не ушла собственность из их рук а там и когда надо продавать он придет мы подождем они же еще и не торопятся они собираются перейти в следующий политический сезон со следующим лидером сейчас они поняли я думаю что они поняли что заложенные это неизбежность уже все то есть когда не можешь сопротивляться возглавь они сейчас будут впереди планеты бежать и сдавать зеленского которого надо избавиться они скажут схема есть у них же всегда схемы есть схема смотри мы сейчас зеленского доведем он потеряет моральный авторитет он уже потерял мы дальше начнем угрожать импичментом и заведением уголовных дел и предложим альтернативу сбежать сделать отречение вашу пользу генерал вашу пользу генерал вас зеленский валерьщиком назвал покажите ему мы вас в консулы завел пока это временное правительство потому что у нас вакуум власти мы отдаем вам все образы правления как верховному главнокомандующему в этот сложный период парламент ты голосуешь Стефанишин голосую суд подтверждаешь подтверждает все наше и заложный попадет в эту теплую ванну но он должен понимать это не его друзья это коты а заложный коти горошек я не представляю коти горошка вот даже вот мысленно мы определили что сказку коти горошек для нас армия сейчас играет во главе с заложным они все коти горошки все воюющие коти горошки а вот эти вот побратымы которые сидят в тылу и уголовные дела на них заводят это те самые которые идут за счастьем а берут деньги отобрали у коти горошка имущество девку забрали вот в сказке все но я не могу себе представить коти горошка как героя который всегда побеждает тоже ищет счастье но чтобы он игрался кошечкой ну собака должна быть наверное кстати малюк тоже он любитель собак а не кошек я думаю что он будет тоже настроен против котов хоть и коты его и посадили сейчас но обратите внимание что в руках с фотографией выставляет малюк глава СБУ новой сугромного пса так похожего на малюка ротвеллер любимая порода ротвеллеры очень любят кусать котов а это СБУ это опасная субстанция они могут убивать прямо на улице у них там подразделение специальное есть он как убили в центре города агента гур что они там не поделили не знаю какой наркопоток убили для того чтобы только деньги с него получить не давал не признавался пытали перепытали но выстрелили за тыл вот что такое СБУ опасное любитель собак они вообще должны бояться любителей собак а вот Буданов он любитель кота у него кот Буданова этот любитель кошек поэтому он с Ермаком вот теперь смотрите кот Буданова Буданов Ермак все похожи на котов как бы просто котячая ферма это связка сюда сейчас раскол пойдет по какой-то связке эта связка сейчас пытается обратите внимание они выставляют кандидаты в президенты Буданов этот генерал заложный Зеленский ну и Аристович там для разбавления на самом деле они подпирают они же в форме коты переоделись когда в форме они играют военных на самом деле это пиар-агентство ГУР которое пиарится на всем подряд с целью перейти на более денежную должность а более денежная должность кабинет министра что-нибудь там силовое что-то побольше вот МВД это бабки это просто там и наркотрафик там и проституция там и горный бизнес там вообще кайф такой там вот можно любого человека взять и трясти его и потом само снабжение огромного аппарата насилия это особый клондайк закупка бензина солярки запчастей обслуживание вот этого всего своры машины постоянно закупаются меняются это вы себе посмотрите клондайки государственные бесконтрольные и это все захватило ОПГ Ермака сможет ли он это все удержать но если мы будем говорить про него это мы обязаны но чтобы разрушить Ермака надо успеть разрушить мышь люди должны все больше понимать что из-за того что президент невменяемый возникают вот эти коты он не понимает что такое собственность он понимает что такое роялти он понимает что такое квартира в Лондоне он понимает что такое офшоры почему он в офшоре держит Украина опасное государство здесь держать ничего нельзя все за рубежом если ваш президент Зеленский держит всю свою недвижимость деньги роялти друзей которые ему списывают за рубежом ребята вы останетесь в этой развалине а Зеленский уйдет сказочно богатым а Лондон я вам скажу он никого не выдает Лондон не выдает поэтому он туда отправится там все диктаторы собираются и у него сейчас единственная кстати альтернатива это Лондон но мы остаемся в опасности нам придется ждать времени когда они идут к саморазрушению как большевики пришли обобществую женщин осиротив кучу людей убив кучу народа ограбив все остановилось и после этого пришел тот кто хоть что-то начал создавать советский союз строительный идеологию должна прийти идеология что вы делаете сегодня все я говорю что все ветви власти не работают на победу и поэтому ее не может быть и не будет все чиновники гребут в свою сторону когда им говоришь что избавьтесь от половины чиновников ничего не потеряет страна а они говорят у нас нет денег на солдат и Зеленский выступает говорит у него получается по его расчетам солдат стоит 6000 долларов в год это 500 долларов вместе с амуницией зарплаты меньше 470 долларов 450 долларов в месяц стоит солдат это самая арабская армия мира это это можно сравнивать с неумелыми солдатами Ирака которые только оделись в советскую форму но они вообще воевать не могли их было много но американцы там небольшим контингентом снесли это все но когда ваш солдат стоит 500 долларов в месяц его содержание и Зеленский это озвучил что не моя привка и еще жалуется что у него нет предпринимателей которые бы платили за это а какая польза от солдата за 500 долларов единственное он погибнет его убьют ни родине пользы ни стране списанные деньги вот так вот мы попали в эту беду даже можно в какой-то степени расслабиться это вызов всем нам как мы переживем это но понимать мы должны вот если мы понимаем все это мы можем правильно приготовиться правильно сгруппироваться это не победа за три дня все закончится это не кофе в Крыму пить это сейчас принять реальность принятие реальности мы сейчас увидели на пресс-конференции президента Зеленского ОПГ отнимает недвижимость основная работа ОПГ на сегодняшний день вместе с парламентом отобрать недвижимость у тех кто выехал не у бедных бедным нечего переживать ничего у вас нет но у людей у которых есть и много и проблема украинцев в том что они будут не помогать от этого избавиться а говорить правильно что забирают недвижимость обрекая себя на новый виток нищеты и в Европу такую страну никто не пустит потому что у европейцев основа это недвижимость частная собственность и свобод и права граждан не прав граждан не собственность не прав на собственность переходной такой период владельцы страны решили что это страна для них Зеленский даже оговорился у нас 40 миллионов моих людей он так как-то сказал мои челяди на самом деле он сказал вот все что хочу то и делаю вообще большой прокол на пресс конференции очень маленький он стал еще меньше можно сказать карлик маленький зеленый карлик мы живем в таком бедламе не знаю мы будем все время опираться и помните об этой сказке это уникальная находка понимать их две сказки это кот в сапогах коты захватили власть сделав ложного и вторая это коти горош вот сейчас эти две сказки они между собой бьются и какую мы выберем потому что с коти горош у нас хотя бы надежда есть что он как Наполеон начнет делать величие Франции величие Украины то есть дав свободу ведь что такое кодекс Наполеона это защита частной собственности это защита прав французов иначе экономика уже не развивалась нужно было давать свободы весь принцип этого кодекса Наполеона это защита собственности все остальное такое на нас нотариус передает права собственности и это закон сейчас у нас эти реестры права собственности это закон но они же контролируют реестры Вы же должны помнить, они могут там переписывать. Но это все отматывается назад после того, как европейцы придут к власти. Поэтому сейчас для людей, которые оказались в ситуации, это ситуация. Ситуацию надо понимать. И вот сейчас я свою ситуацию понимаю так. У меня замороженная, украденная государством, у меня собственность, но они ее не могут взять. У меня ситуация, что я в международном розыске, но меня не выдадут. И у меня ситуация идти в ФБР. Вот поговорю с адвокатом и может быть пойду в ФБР. Если он посоветует начать с ним контактировать. Потому что шикарное дело для ФБР расследовать, как похищают собственник, собственность у граждан Украины. Мне кажется, хорошая иллюстрация. А я не знаю, какие они. Дело в том, что если преступления совершаются, ну они посчитают, что в их валюте, то они подпадают под действия ФБР. И они будут преследоваться. Если мы докажем, что они это делают. А доказать несложно. Все фамилии записаны в моих делах. Все фамилии. Всех прокуроров. Хотя, что я даже не могу урожать. Мы сегодня в беззащитном состоянии. Бедная нация, беззащитная нация. Горе тому народу, который разрушает памятники прошлого. Горе народу, который требует от других того, чего не хочет сам. Горе народу, который не уважает собственность соседа. Горе народу, который беспечно относится к своей собственной жизни. Обнищание, голод, война. Все четыре всадника апокалипсиса прискакали одновременно. Карантин. Война. Голод. А голод еще немножко ощутили на поставках. Но это не тот голод, конечно, который там колоски собирали будет. Но ограничения люди будут делать сами, потому что у них просто нет денег. Предприниматели не работают. Да, сейчас люди приспособились, хорошо живут от госзарплат, от пенсий персональных, от зарплат чиновников, безумных часто во время войны. Пользование государством. Да, это определенная часть. Даже армия сейчас зарабатывает неплохо. Но вопрос в том, а дальше что? Ведь армию надо кормить, а собственного ничего нет. Все равно американцы придут через какое-то время, что вам доводение. Даже если вы выиграете у Путина войну, вы же все равно разоритесь. У вас все памятники разрушены. У вас собственность перешла прокурорам. У вас государство посадило несметное количество предпринимателей, отжимая собственность. У вас вообще нет власти. Вы дошли, актеров выбираете и ждете от них генералиссимусов. Придумали себе. А у вас скоты правят. Вот такая скотоферма получается. Спасибо, что смотрят 219 человек. Я этому сказочно рад. Лайкните еще напоследок. Не знаю, что я не сказал. Я хотел что-то записываю иногда. Потом начинаю говорить. Так что стратегия государства это отжим собственности. Вот и все, что мы должны знать на сегодняшний день. И следите за документами своими. Следите за реестрами. Следите не появились ли в поле деятельности ваши подозрительные люди, похожие на ментов. Которые уже следят за вами. Это опасный сюжет. Следите за тем, чтобы вас, как Дубинского, в госизмене не обвинили. Может он и наговорил там на пресс-конференции, черт не что. Но обратите внимание, сразу всю собственность и мамой тоже арестовали. Но ужасные наши люди, они начали тут же радоваться. Дубинский теперь сидит. Не знаю, согласится он им отписывать собственность, чтобы выйти или нет. Но мне по выражению лица кажется нет. Потом надо не забывать, дубинский еврей. А евреи никогда собственность не отдают. Я сейчас стал тоже евреем. Не хочу отдавать собственность. Дискредитация, заведение дел, арест имущества. Вот и все, как они действуют. Они великие. Они великие изобретатели. Причем почерк Хацкова, он виден на расстоянии. Куда он не придет, все время одно и то же. Обыск, дискредитация, обыск. Куча уголовных дел и вперед. Я не знаю, сколько горя принес этот человек. Сколько несчастья он людям принес. И рядом с ним выращиваются такие же прокуроры, которые радуются чужому горю. Они не занимаются преступниками вообще. Это у них такой специализированный батальон гусар летучих. Они считают себя каким-то орденом. Потому что сословное у нас разделение сейчас такое получилось. Ну, крестьяне это сеятели, понятно. Потом ремесленники, это туда предприниматели. И воины. И у нас есть воины, которые на фронте. Ну, настоящие воины, они заняты. Но есть воины, которые себя считают державой. Мы воины. А вы нам все должны. Мы все должны им отдать свою собственность. А сами, ну, жив остался. У себя выпустили. Ну, радуйся, иди, радуйся жизни на старости лет. А мне придется на руке, а на руке сидит за собственность. И думаю, буду считать, сколько я зарабатываю, чтобы им не отдать. Самое главное, не отдавайте им собственность и деньги. Держитесь до последнего. У них иногда не хватает терпения. Возможно, меня спасло, что я в Бэтмена наряжался, устроил шоу. Они меня как бы отпустили. Это сейчас как бы у них месть. Месть за то, что он сорвал операцию. Своим неадекватным поведением паразит Балашов сорвал нашу операцию. Он должен был мирно искать, поклониться нам и дать нам немножко объекта. Ну, может, там этажик. У парка места, я не знаю. А может, вообще весь бизнес это. Они нацелились сожрать. Крыша. Администрация президента. Вот к чему приводит. И еще раз сообщу. Смотрите. Россия. Горбачева свергли. Его не преследовал Ельцин. У него была полная свобода передвижения, защита государства, охрана, перелеты. Все. Была обеспечена пенсия. Ельцин ушел. Его не преследовал Путин. Весь клан Ельциных жив и здоров и с имуществом. И даже преуспел. Путин даже не нарушает эту преемственность. Если ты принимаешь власть от предыдущего президента, из рук в руки буквально. Порошенко признал тебя президентом. Он не сопротивлялся, не водил людей. Да, он и не мог. Но ты жив. Ты президент. И ты президент, кстати, только потому, что этот оказался не способен. Так случилось. Недооценил опасность. Кто идет против него. Потому что против Порошенко, так же самое, как против меня, выступила вся прокуратура, все СБУ, все пророссийские, все шарии. И все выступили против Порошенко. Они его затравили буквально. Он им не нужен был. Умелый дипломат петлял за что-то зацепить. Там лизнет, там укусит. По-разному себя дал. И это дало возможности оставить. Но ты начал преследовать Порошенко. Это разрушение. Это разрушение собственности, возможностей. Люди, у меня задали вопрос, а где люди, которые окружали Януковича, все разбежались. А где люди, которые вокруг Ющенко были, тоже разбежались, их достало потом уже следующее. А где люди, которые были после Майдана, все разбежались. А как мы можем так передавать собственность, когда все разбегаются? Некоторые через адвокатов, сидя в Лондоне, сдают свое имущество за бесценок, потому что у них нет доступа, у них тоже все арестовано. И так происходит. А Зеленский думает, что что-то сохранится. А я не знаю, как ему будет плевать в лицо в Лондоне. Ну там камеры, защита, все, они туда. Я все думал, куда он побежит? В Лондон. Там у него квартира, там потом купят особняк. Он же не лох какой-то оставаться. Это поражение. Вот когда победы, он бы остался. На второй стол, может и на третий. Но когда поражение, да еще благодаря тебе, да еще на тебя падает. Как оставаться? Бежать в Лондон. Это вам все останется. Вот это все разрушенные памятники, на которые дается добро бестолковое. Разрушенные семьи, убитая армия. Все это нам. И даже эти прокуроры, которые вначале, может, и захватят власть, но это тоже не им. Это нам разгребать. Через семь лет, через день. Нам разгребать придется каждый свою жизнь отдельно. Восстанавливать права собственности. Возвращаться на родину, хоть и через тюрьму. По-разному. Я не знаю, как это будет. Но это все на нашу голову упадет после окончания войны. Она закончится в следующем году. Она должна была закончиться уже в октябре. Да, горьким поражением. Да, признанием того, что мы не можем взять эти территории. Она должна была закончиться. При этом людоеде она не может закончить, потому что это единственное, что его сохраняет на этом посту. И эту челюбь. Но сейчас под ними зашаталась. Вот когда начались перебои с поставками оружия, с поставками финансов особенно, они вдруг осознали. А предприниматель где? Чего никто не работает? Чего дроны не выпускают? Мы выпускаем дроны. Где Федоров? Вот Федоров в близкий круг вошел. Он понимает, что это последний круг? Ада. Финансового ада. Что они нам там, президент предложил вместе с Федоровым? Нам перерегистрацию машин делать? А мы купить их можем? Они сделали, чтобы им подручнее было. Заперли тебя в этом, в чулане. Ты через телефон можешь отказаться от автомобиля. Это же улучшение действия. Вот, реестр открытый, все. Пиши, отказ от автомобиля. Мы тебя выпустим. Это гениально. Ну, продал, человек продал, что были деньги, продал автомобиль. Вон, упало на счет, там, 5000 ривен. Вон оно для чего делается. Это для лазер. Я все время думал, хожу по Америке и думаю, почему у американцев нет ДИИ? Такая удобная вещь. А зачем она? Зачем все эти базы данных открыть для входа врага? Для входа мошенника? Для входа, в том числе, избу. Вот, это же простой вопрос. Если вы в ДИИ отписали под давлением в подвале машину, как доказать обратно? Как? Добровольно нажал, там же ваше лицо через банкинг, все прошло, машина ушла. Никак! А завтра Федоров предложит квартиры оформлять в ДИИ? Это вообще классно. Человек сидит на Лукьяноке, вот Дубинский к нему приходит с телефончиком. Вот тебе телефон, мы тебя уважаем. Но квартирку вот эту отпиши и вот эту. Она понравилась нашему начальнику. И ты выйдешь отсюда. А нет, пока сиди. Суд будет тебе продолжать каждые два месяца. Это примитивно. Как примитивно нас ставят на крючок при помощи ДИИ? Кто там Федоровым восхищается? Прекрасный парень, был членом партии 5-10. Когда я с ним разговаривал после того, как его назначили на этот смартфонный бизнес. А это бизнес, поверьте мне. Там еще вскроется такой бизнес. Я говорю, вы же пытаетесь государственный безлот внести в электронную сеть. И сделать ее открытую. Это опасно. Ею будут пользоваться больше всего преступники. И особенно силовое давление. Нет, сейчас не приходят с паяльником, там как в 90-е. Ну зачем? У нас есть суд. Временный арест 2 месяца. Думай, сиди. А там в тюрьме думается очень так. Люди настолько нервничают, потому что они же не знают, кто нападает. А тут адвокат приходит, да еще и с телефончиком, да еще и говорит. Ну вот такое предложение, как вам? Ну, риски есть, удавайте. Давай. Ну кто хочет отдавать? Кто-то не отдаст, тут посидит. Но на самом деле срок, все равно есть сроки расследования. Хотя некоторые сидят и 2 года, и 3 года. Ну, наверное, потяжке. Но какое-то время, возможно, приходится расслабляться в защиту своей недвижимости. Когда ты, у тебя есть, как, ты защищаешь деньги своих детей. Ты должен, как отец, передать все своим детям. Они, слава богу, умные, разберутся с адвокатами и как это все получить. А ты терпи, ну, что делать? Ну, много заработал, гордыня была, хвастался, тоже было. Ездил в свои курорты показывал, сидел на крыше дома своего, дразнил этих прокуроров. На Мальдивы уехал, когда они тебе 3 обыска выписали. Сорвалась операция ходского обыска дома. Кепку хотели искать черную. Так и написано, да, в решении суда. Для поисков черной кепки. Как доказательство чего-то. А у меня 5 черных кепок. Какую они брали? И для чего кепка? Люди все в кепках ходят. Нет. Накинуться, разбить двери, постращать, чтобы ты был напуган, чтобы семья была в ужасе, чтобы дискредитировать себя, всем рассказать, что у Балашова идут обыски, люди уже осуждают, люди как говорят. Но не может быть, чтобы просто так. И, ребята, я задекларировал 17 объектов недвижимости. Открыто. Ровно 17 объектов недвижимости сейчас в суде арестованы. Совпадение? Не думаю. Это не совпадение. Но это организованная преступность. Это организованная преступность Ермака Татарова. Которые спускают своих самат. Вы должны понять. Когда я говорю Ермака Татарова, я не говорю, что Татаров лично хочет отнять имущество. Хотя он, может, сказал, вот это я себе заберу. Это когда он согласится, когда созреет. Отчего это он ушел? Нам тело надо. И говорит, тело надо посадить на Лугенов. Вот. Нет. Они... Идет такая спланированная... То есть низовым ментам дается команда искать все. Описание этой сцены потрясающее. Мне описал человек незнакомый. Что вот приходит человек, обнюхавшийся ночью кокаина из вещдоков. Они же берут этих наркоманов. Там вещдоки. Там, говорит, одна мука. Проверьте. Генеральный прокурор. Вещдоки. Вынюхает все. В безумном состоянии. После ночи. Идти искать там планы. Сколько предпринимателей надо. Насколько надо наехать. Насколько надо завести. Там план идет. Но план не такой, что напрямую. Человека загоняют. Потом доводят до кипения. Потом поднимают уровень уже до судов. Тот начинает адвокатами. Адвокаты не помогут. Потому что суды слушают только прокурора. Обвинительный уклон. И даже если плохое дело, ты думаешь, что не можешь судья такую рассматривать. Херню это. Не. Любую херню он туда напишет. Они, как говорят, так я обважаю. Это его сочинение. Статья главная прилепить. Вот у меня статья 212. Часть третья. Хищение из бюджета в особо крупных размерах должностным лицом. Я не должностное лицо. Я продал квартиру всего. Я говорю, вы уверены, что это обо мне написано? Да, нормально. А я потом понял. Я вначале не понял. Ну, пишут какую-то чушь. Ну, судья. А часть третья пишется, чтобы 10 лет не закрывать дело. Сроки. Вот они 10 лет могут вести суд. Вот для чего пишется такая статья. Уже стал юристом. Но больше всего, ладно, переживу, все, нету государства на сегодняшний день из Зеленских. Наберитесь терпения и помогите прийти тому, кто идет за ним, усмиритель. И пусть это будет генерал. В данной ситуации у нас выбора нет. У вас выбор Ермак или заложный. Вам военная немножко дисциплина, но законы могут вернуться. Потому что первый же удар должен быть нанесен по прокурорским возможностям. То есть суды должны переключить, а это только указание из центра, из принятия решения. И как только заложный скажет судом, правила изменились, вы больше не идете на поводу, иначе будем сажать. Уже судьи. И судьи сразу переключатся. Им тоже правило. Им нужна команда сверху. Сейчас команда играть с прокуратурой и посылать людей на Лукьяна. Как только команда изменится, прокуратура полетит нахрен. Судьи начнут дорожить своим местом, большой зарплатой, статусом и выходом на пенсию 130 тысяч гривен. И я должен сказать, что в суде есть порядочные люди. Вот Бодрицкая, она целый год соглашалась проводить со мной конференцию по скальпу. То есть вести дело. Сейчас эта возможность предоставлена Верховным судом на усмотрение судей. И она предоставляла такую возможность. Как только она на пенсию вышла, и каждый раз на судебное здание являлись прокуроры. И она дальше откладывает. Ну не являетесь, ладно. И я сижу за океаном, каждый раз ночью жду соединения с судом. И вот в очередной раз, когда сижу, приходит другая судья. Та пошла на пенсию. Я понял, почему она. Спасибо, Ваша честь, что Вы мне дали спокойно жить больше года. Спасибо. Вот есть люди с честью. Вот сейчас судьям надо честь вернуть. А честь заключается в том, не являются Вашими хозяевами прокуроры. Хватит перед ними лебезить. Вы последняя инстанция. И на Вас у людей единственное, кому может апеллировать, это к суду защититься от прокурора. Надо менять обвинительный уклон. Но не надо превращать своих граждан в холопов, с которых надо драть всем шкур. Вы сами, судьи, разрушаете все. Потом удивляются, что ненавидят судебную власть. Да о некоторых судьях легенды складывают. Моя судья принимает решение закрыть дело и сроки приостановить. И через две недели вызывает меня повесткой. Ты же в розыск уже объявила. А потому что прокурорам оказалось мало, они думают, что-то он там продолжает тявкать. Давай следующее заседание, арест ему, а то вдруг вернется. И задержание на 48 часов, доставка в суд. Это что, вы серьезно? Международный преступник? Серьезно я кого-то убил, изнасиловал, наркотиками торговал. Я продал свою квартиру через Натальюса с оценкой. Как это меня защищает? А вас? А людей, которые сейчас окажутся за границей, а это безумно примет закон об уклонистах. Все. Финита ля комедия. Будем говорить только об этом. Теперь моя задача. Присылайте мне истории. Присылайте мне все что угодно. Я свободен. На меня они не наедут. Я в Америке. Все. Я буду на них. Мы должны их разоблачать. На кого сейчас есть наезд, присылайте, расскажу историю. Кратко опишите ситуацию. Я знаю в целом, как они действуют. Сейчас эту схему надо разрушить. Посылание людей на Лукьяновку и выбивание с них недвижимости. Вспомните того дедушку, который сидел в этой камере грязной. Потому что у него с того прокурор захотел. Сколько эти прокуроры уже на грязь. Сколько у них недвижимости. На матерей, на жен. Это самое богатое сословие. Им мало. У него хорошая недвижимость в правительственном квартале. Хорошая. Но я тебе винить дам. Я буду сидеть здесь. И орать все время туда. Хорошая. Так что мы, друзья, спасибо за внимание. Хотел это высказать. Но больше всего ждите перемен из администрации президента. Там идет война кота с хозяином. И я думаю, что возможно будут хорошие новости. Больше пиарьте заложного. Сейчас мы все туда должны. Потому что мы теряем страну. Нам надо вернуть порядок. Мы сейчас все массово должны заходить. Порядка. Защитите нас от прокуроров. Защитите нас от государства. Генерал, введи правила. Верни правила на родину. С тех момента, когда погнали Януковича, правила закончили. Янукович немножко пытался молодой команде дать бесправием заниматься. И они этим занимались. Но не так сильно. Но когда выгнали Януковича, правила закончили. И Порошенко нарушил. И власть нарушила. И по отношению к собственности. Я уж не говорю, что и при Порошенко они разрушали памяти. То нравится, то не нравится. Я говорю, зачем? Будем жить, друзья. Это интересные времена грядут. Испытания для Украины. Украина уцелеет. Украина будет в Евросоюзе. Хоть Зеленский и проговорился, что нас в НАТО не берут в отчаяние. Да, нас в НАТО не возьмут. Нас укрепят финансово, укрепят обороноспособность. Армия будет сильная. Но в НАТО не возьмут. Риски большие. Вдруг конфликт с Украиной. То пусть оно будет на Украине. Поэтому нам укрепляться надо. В НАТО нас не возьмут. А вот в ЕС нас втянут. В ЕС мы можем быть хоть частями. Мы сейчас как метеорит падаем на Европейский Союз, но частями. Пока вот 80% есть надежда, что идет. Но сейчас угроза Зеленскому та, что он может потерять больше территории. И этим бравируют русские. Да, у них может не так с оружием, но могут атаковать Харьков легко. И другие территории легко. Сильно растянут фронт. Они могут усиливать и увеличивать армию. Мы нет. Одни уклонисты за рубежом, у которых они хотят забрать собственную. Любите свою родину. Такой, как она есть. Кто-то мне напишет. Сразу говорю. Только больной человек может говорить. Вы что, родину не любите? Какую? Которая собственность отнимает. Как можно любить родину, которая отбирает собственность законным способом? Как она читает. То есть заводя на вас уголовный взгляд. Разрушая вашу жизнь. Моя жизнь разрушена полностью. Какой-то там прокурор Хацков, Махненко. Разрушают жизнь политического лидера. И президент молчит. Ермак молчит. Татаров молчит. Смотрящий. Все знают об этой истории. Весь правительственный квартал. Оказывается, все вокруг меня знали. Что у Геннадия Викторовича будут отжимать собственность. И что? У Геннадия Викторовича на глазах у всей страны отжимают собственность. Он об этом рассказывает. Не прячется. А ее продолжают. И Зеленский молчит его. Смотрящие за правилами молчат. Но если шило не утаить, то нахрена вы это продолжаете? Вот вопрос. Но воней будет больше. Хорошо. Она вас не интересует. Я понимаю. Кто такой там Балашов? Ну. Капля камень точит. Буду капать на мозги и людям рассказывать про ваши схемы. Схемы. Схематозники чертовы. Разрушители Родины. Это все разрушители Родины. Коты. Опасайтесь такого количества котов. Это черти. Самые черти захватили Зеленского. И сейчас они его жарят. Сначала они его уменьшают. Он уже мышь зеленая. В их глазах. Не наших. Посмотрите, как на пресс-конференции вел себя пресс-секретарь. Он всячески отстранялся. Он видел перед собой капризного, невменяемого мальчика, который на пресс-конференции. Но так как у него зарплата большая, у пресс-конференции, он вынужден терпеть. А за кулисами приходит бедлам. К Зеленскому уже боятся подходить. Он все время орет, кричит, что он не тряпка, он не лох, и он никому не отдаст образные правления. И что он всех сделал, он всем дал, а они все неблагодарны. Это сейчас этот период. Это период истерики Зеленского внутри офиса. Ему не додают денег. Его уже начали ограничивать. От него скрывают потоки. А кто-то же стучит. У Зеленского есть пару человек. По-разному говорят, они же борются между собой. Но мы знаем сейчас, что 6 человек, людей вокруг Зеленского, это 6 мафиозных структуры, которые работают, как Зеленский думает на себя. Но раньше думал. Но думаю, что после этой пресс-конференции он понял, что Ермак работает уже не на него. Ермак работает на себя и ищет нового хозяина. Хочет во дворце остаться. Удачи, Ермаку! Я думаю, что разберемся с этими татарами и Ермаками. Спасибо родной прокуратуре за много дел. И что вы дали мне свободу говорить. Но теперь я буду говорить все, что хочу. Зарабатываем свободу. Уже разговаривал на кучу.